США и Китай к настоящему моменту ввели тарифы на товарный импорт стоимостью в сотни миллиардов долларов. Торговые разногласия двух крупнейших экономик мира вызвали глобальную распродажу акций и обострили опасения по поводу замедления глобального роста. Лю Хэ подчеркнул, что Китай не хочет дальнейшего обострения спора, но готов выдержать любое давление. Пока мы сохраняем уверенность, мы не боимся никаких вызовов. Трудности могут быть полезны для развития страны. Глава китайской делегации подчеркнул, что подготовка соглашения вошла в финальную фазу и выразил надежду, что в итоговом документе отношение к обеим сторонам будет одинаково справедливым. Ци Чульна, CGTN. Об опасных последствиях тарифных конфликтов напомнил и Генсек ООН. Выступая на специальной сессии ВТО в Женеве, Антонио Гутерриш подчеркнул, что в торговых войнах не бывает победителей и призвал устранять разногласия на переговорах. С главой ООН согласился и гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азиведа. В условиях растущего недовольства процессами глобализации в прошлом году продолжилась эскалация торговых конфликтов, что поставило под угрозу рост международной торговли и саму основу многосторонней торговой системы, основанной на соблюдении правил. В торговых войнах не бывает победителей, бывают лишь проигравшие, и поэтому крайне важно решать торговые конфликты путем многостороннего диалога и сотрудничества. Базирующаяся на соблюдении правил, беспристрастности и равноправии торговая система не только чрезвычайно важна для интересов самых бедных и наиболее уязвимых экономик мира, но и отвечает интересам всех партнеров по торговле. Наличие правил и обязательств в глобальной торговле крайне важно для всех нас. Они обеспечивают стабильность и предсказуемость, предотвращают гонку, в которой всем становится только хуже и приносят огромную экономическую выгоду. Мир сталкивается со многими проблемами, новыми и старыми. Экономическая напряженность, нищета, изменения климата, конфликты, миграция. На мой взгляд, решение каждой из этих задач требует больше сотрудничества. Никаких переговоров. Иран отказывается обсуждать с властями США будущее своей ядерной программы, в то время как Вашингтон уверяет о возможной военной агрессии Тегерана и наращивает на Ближнем Востоке военную группировку. Страны ЕС призывают Исламскую Республику вернуться к соблюдению соглашения. Подробности у наших корреспондентов. Иран не будет вести переговоры с США. С таким заявлением выступил представитель Корпуса Стражей Исламской Революции Ядалла Джовани. Оно стало ответом на слова президента США Дональда Трампа. Он изъявил желание обсудить с иранскими властями соглашение, которое могло бы заменить действующую ядерную сделку. «Что они должны сделать сейчас, так это позвонить мне и все обсудить. Мы можем заключить сделку, честную сделку. Мы просто не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. И мы просим совсем немного. Мы не хотим навредить Ирану. Я хочу, чтобы они были сильными и с отличной экономикой». Напомню, в 2015-м Иран, Германия, Франция, Великобритания, Россия, Китай и США приняли совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал международный контроль ядерной программы Ирана в обмен на снятие со стороны экономических ограничений. В 2018-м Вашингтон заявил о выходе из договора и восстановил антииранские санкции, которые еще более ужесточились в последние недели. В ответ президент Ирана Хасан Рухани 8 мая объявил о приостановке на 60 дней исполнения части обязательств по договору. США ответили новыми санкциями, на этот раз в отношении металлургической отрасли и усилением военной группировки на Ближнем Востоке, куда направлены бомбардировщики, авианосец и зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Свои действия в Вашингтоне объясняют сообщениями разведки об иранской военной угрозе. Тегеран эти данные опровергает. Эти обвинения выдвигают люди, которые в преддверии вторжения США в Ирак занимались тем же самым. Мы не принимаем этих обвинений, все они фальшивка. В Евросоюзе призывают Иран вернуться к исполнению своих обязательств по договору. До сих пор мы видели, что Иран полностью выполняет свои ядерные обязательства по ядерной сделке. МАГАТЭ продолжит внимательно следить за ситуацией, и ЕС будет опираться на оценки агентства. Франция твердо привержена ядерному соглашению, которое мы подписали в 2015 году, и мы хотим сохранить его. Иран должен продолжить следовать этому соглашению, и мы все должны работать над его сохранением. В Тегеране призывают европейских участников соглашения за два месяца добиться соблюдения основных интересов Ирана и отмены санкций США. В противном случае там грозят отказаться еще от двух обязательств по договору. Снять ограничения на обогащение урана и приостановить реконструкцию реактора в Ираке на тяжелой воде. Александр Дегтярев, CGTN. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан одобрил трансфер в размере полутора миллиардов долларов для возведения участка стены протяженностью более 128 километров на границе с Мексикой. Изначально около 600 миллионов из этой суммы предназначалось для поддержки сил безопасности Афганистана. Напомню, США начали войну с Талибаном в Афганистане 17 лет назад. Сейчас Соединенные Штаты достигли устойчивого прогресса во взаимодействии с представителями афганского движения Талибан. Несколько месяцев назад в США был объявлен очередной шатдаун правительства из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Многие государственные органы страны прекратили работу, поскольку Конгресс не смог согласовать проект бюджета на 2019 год. В феврале Трамп был вынужден объявить чрезвычайное положение на южные границы США после того, как ему не удалось добиться выделения финансирования в рабочем режиме. Президент Венесуэлы Николас Мадур отрицает, что планировал бежать из Венесуэлы на фоне массовых акций протеста, о чем ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео. Журналист спросил Трампа, почему Майк Помпео сказал, что Мадуро собирается улететь на самолете, а русские остановили его. И Трамп отклонил этот вопрос, заявив, что это был слух, на который не стоит обращать внимание. Даже Трамп стукнул Помпео по голове. Своё заявление Мадуро сделал, выступая перед студентами на выпускной церемонии в Каракасе. Ранее законный президент Венесуэлы понизил в звании и выслал из страны генерала Мануэля Кристофера Фигуэра и ещё 54 военных, которые отказались поддержать Мадуро. Власти Боливрианской республики называют их предателями, подозревая в причастности к неудачному военному перевороту. После этого США показательно сняли санкции с отказавшегося от Мадуро генерала. Затем США ещё расширили санкции против Венесуэлы. В чёрный список попали две судоходные компании и два судна. Санкции блокируют их от сделок с американскими лицами и компаниями и замораживают любые активы, которые фирмы могут контролировать в Соединённых Штатах. Пекин готов к конференции по диалогу между цивилизациями Азии. Форум начнётся 15 мая, но нашим корреспондентам уже удалось пообщаться с некоторыми его участниками. Многие считают, что предстоящая встреча станет хорошим шансом для укрепления культурных обменов между соседями по континенту. Для нас большая честь получить приглашение на конференцию по диалогу между цивилизациями Азии. Это хороший шанс встретиться с коллегами из соседних стран и учиться друг у друга. Надеюсь, что мы сможем расширить сотрудничество с другими СМИ. Председатель Си Цзиньпин призвал укреплять взаимообмены в культурной среде. Это эффективный способ разрешения цивилизационных конфликтов. Это полезно для всего человечества. Каждый, кто осознаёт свою ответственность за историю перед обществом, должен уважать других и решать проблемы путём диалога. В Шанхае завершился отбор среди китайцев на мировой кубок пекарей. Событие международного уровня проходит раз в четыре года. Организаторы отметили высокую производительность, мастерство и творческий подход китайских пекарей. В четверг конкурсанты представили хлебные скульптуры. За происходящим наблюдали и наши корреспонденты. Дано. Хлеб, печенье, сахар и шоколад. Задача – сделать полутораметровую композицию на любую китайскую тему, используя только пищевые ингредиенты. Так проходит творческая часть конкурса китайских хлебопёков. На кону – участие в престижном мировом кубке пекарей. Нельзя не отметить оригинальный китайский почерк. Я имею в виду мягкость. Китайцы любят лёгкие, мягкие, воздушные продукты, которые тают во рту. Для французов это действительно в новинку, потому что в нашей традиции такого нет. На этот раз нас покорили китайские участники. Профессиональный международный турнир пекарей насчитывает 30-летнюю историю. За эти три десятилетия участники из Японии и Вьетнама не раз демонстрировали особый шарм азиатской кухни. Теперь это делают и китайские хлебопёки. Они добавляли китайский боярышник, плоды дерева ююба, ягоды годжи, корень лотоса, жасмин и даже мясо, например, сычуанский бекон. Секрет успеха заключается в том, чтобы в центре хлеб был мягкий и воздушный. Последние десятилетия иностранные хлебопекарные сети, такие как Брэд Ток и Париж Багет, производят всё больше булочек на китайский манер. Хлеб может быть нафарширован неожиданными начинками, например, имитирующими молочный чай шариками из тапиоковой муки. И нередко можно увидеть очереди именно за такой экспериментальной выпечкой. Специалисты прогнозируют, что в Китае будет стремительно расти продажи качественного европейского хлеба, замешанного на муке, масле и дрожжах высшего сорта. Изначально была довольно маленькая клиентская база. Теперь потребители всё больше интересуются хлебом, произведённым по классическим рецептам. В котором меньше калорий. Потенциал отрасли велик. Все сегменты хлебопекарного рынка будут продолжать расти. Пекарни в классическом западном стиле сегодня занимают большую часть средневысокой ценовой ниши китайского рынка. Китайские пекарни хорошо себя чувствуют в городах второго и третьего уровней, предлагая своей аудитории, к примеру, классический пятигранный лунный пирог. Ключевой продукт – килограммовый лунный пирог 18 сантиметров в диаметре. Это наш хит-продаж. В 2017 году китайцы потребляли в среднем 6,9 килограмма хлебобулочных изделий на человека в год, что вдвое меньше мирового среднего показателя в 18,7 килограмма. Эксперты прогнозируют, что уровень потребления в Китае может удвоиться или даже утроиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это мечта, посвященная Шанхаю, план, который начал создаваться 20 лет назад. Его цель – возведение в Шанхае небоскреба высотой 632 метра. Это сооружение будет больше других бросаться в глаза. В будущем оно превзойдет небоскреб Деньмао и шанхайский всемирный финансовый центр. Небоскреб станет воплощением самых смелых фантазий инженеров о вертикальном городе. Впервые в истории построения высотных зданий будет использован стеклянный двойной фасад. В нем будет возведено 24 очаровательных воздушных парка в целях создания более экологического и комфортного пространства будущего. Это самый новый супер-небоскреб в шанхайском районе Пудун – шанхайская башня, которая готовится вскоре потрясти весь мир. Однако во время возведения этой башни будущего придется столкнуться с наиболее сложными условиями строительства и привлечь внимание самых придирчивых человеческих взоров. Шанхай, район Пудун. Наиболее оживленная центральная часть торговой зоны Людядзой. Шесть утра, рабочие сходятся на строительный объект. В ближайшие пять дней их задача заключается в том, чтобы построить бетонную конструкцию на 35-м этаже этого небоскреба, а также остальную конструкцию на 25-м этаже. Это значит, что они должны поднять на стройплощадку 12 стальных колонн весом почти 100 тонн, примерно 50 километров стальной арматуры, 80 машин бетона и потом установить все это на высоте 180 метров. Стальная платформа весом 1000 тонн должна подняться на высоту 4 метра. Четыре самые крупногабаритные в мире башенные крана должны подняться на высоту 20 метров. Это всего лишь одна 121-я часть от всего проекта главного здания. Для самого высокого небоскреба в Шанхае, Шанхайской башни, которая сейчас находится в процессе строительства, это далеко не самая главная проблема. В чем же тогда заключаются главные проблемы? В таком месте для создания этого архитектурного шедевра требуется беспрецедентное мужество и осторожность. Шанхай-хай Но сумеет ли это здание в конечном счете заполучить признание жителей Шанхая? А также заинтересовать представителей мировой бизнес-элиты? В этом никто не может быть уверен. Большое давление на создателей этого здания начало накапливаться еще 20 лет назад. Шанхай открыли порт для иностранной торговли. Этот город, где расположено устье реки Янзи, который находится в центре береговой линии Китая, между севером и югом, вскоре стал главной базой иностранной торговли в Китае. Ему посчастливилось успеть попасть на бум популярности возведения небоскребов западного типа. Шанхай В течение коротких 20 лет вид шанхайской набережной Вайтань превратился в самую очаровательную линию горизонта Восточной Азии первой половины 20 века. После начала политики реформы открытости, жители Шанхая решили вновь превратить свой дом в жемчужину Востока. В 1993 году началось развитие шанхайского района Пудун, отображающего стремление этого города постоянно идти в ногу со временем. К 2020 году Шанхай должен превратиться в международный финансовый центр, не уступающий Сенгану и Токио. По мере прощания с прошлой эпохой, этот новый современный мегаполис нуждается в новом символе города, который бы дополнял красоту набережной Вайтань. Я помню, что в 1993 году, когда Пудун был в Пудун, который был в Пудун, который был в Пудун, который был в Пудун. В 1999 году было завершено строительство небоскреба Дзиньмао высотой 420,5 метров. В 2008 году был построен Шанхайский всемирный финансовый центр высотой 492 метра. Для полного завершения плана о создании прекрасного силуэта города оставалось только построить последний небоскреб. После продолжительных споров было решено, что лучший выбор – это Шанхайская башня. Роздатели небоскреба надеялись, что это название позволит ему в будущем стать символом Шанхая. Но какое здание в полной мере могло соответствовать такому названию? Профессиональные вопросы все-таки следовало доверить профессионалам. В 2006 году проектные варианты для Шанхайской башни начали собирать по всему миру, так как и сложность проектирования будет соответствовать мировому уровню. Напротив Шанхайской башни с северной стороны стоит 88-этажный небоскреб Деньмао, во внешнем дизайне которого использованы элементы традиционной китайской многоэтажной пагоды. Башня является идеальным сочетанием китайских и западных архитектурных стилей. С восточной стороны расположен Шанхайский всемирный финансовый центр, обладающий еще большей индивидуальностью. Его черты простые, но изящные, будто вырезанные скульптором. Расположенная на сотом этаже смотровая площадка является самой высокой в мире. Эти два небоскреба стали символами экономической мощи и развития Шанхая. Поэтому проектировщикам также следовало учитывать, откуда люди будут переводить свой взор на этот небоскреб. Архитектурно-дизайнерское бюро «Генслер», ранее никогда не занимавшаяся постройкой сверхвысоких зданий, тоже горело желанием заполучить этот проект. Во главе команды проектировщиков был американец Артур Генслер и китаец Ся Цзюнь. Конкуренция была крайне ожесточенной. Всегда специализировавшейся на дизайне интерьера компании «Генслер». Чтобы выделиться среди конкурентов, требовался свой ключ к успеху. В самом центре, переполненного высотными зданиями района Лу-Диа-Дзуи, расположена самая большая в Шанхае открытая лужайка. Ее площадь больше, чем общая площадь небоскреба Диньмао, Шанхайского всемирного финансового центра и Шанхайской башни. В центре района Лу-Диа-Дзуи, где каждые пять земли стоят баснословных денег, строительство такой лужайки имело под собой вескую причину. В жизни некоторые вещи стоят того, чтобы мы тратили на них деньги и время. Перенести такой открытый парк в небоскреб как раз и было уникальной идеей команды инженеров компании «Генслер». Чтобы гарантировать успешное строительство этого воздушного парка, планировалось применить ранее никогда не использовавшийся в небоскребах стеклянный двойной фасад. Между двумя слоями наружной стены на расстоянии в более чем 10 этажей установить только одну перегородку, образовывая тем самым между стенами огромное воздушное пространство. Это позволяло изолировать этот парк от плохих погодных условий, однако делало этот проект довольно рискованным. Согласно плану проектировщиков, наружный вид небоскреба должен был поворачиваться вокруг своей оси, сужаясь кверху. Такой дизайн придавал форме здания больше динамичности. Но могли ли инвесторы согласиться на такой проект? У проектировщиков не было иного выхода, как попытаться уменьшить площадь поверхности внешних стен. Они отказались от первоначального замысла вращения двух кубов, сделав форму снаружи квадратной, а внутри круглой. А потом еще раз изменили на круглую форму внутри и треугольную снаружи. К тому же углы сделали дугообразными в целях сокращения воздействия ветра. В то же время они надеялись, что округленные линии будут лучше соответствовать простому, но изящному стилю соседних небоскребов. В итоге потребление стекла увеличилось ровно на 18%. Наконец проект был полностью усовершенствован, но внутреннего волнения меньше не стало. В конкурсе участвовало в общей сложности 19 проектов ведущих мировых проектировочных бюро. Почти за один год после трех раундов отбора компания «Генслер» наконец попала в финал. Бюро Нормана Фостера, которое уже спроектировало башню «Россия», третий терминал пекинского аэропорта, а также аэропорт в Сингане, стало последним конкурентом. Идея их проекта заключалась в кисточке для каллиграфии. Все линии были плавными, само здание было изысканное и блестящее, как жемчуг. Этот проект был очень привлекательным. Наконец, результаты конкурса были обнародованы. Все мозговые штурмы и долгие ожидания окупились. Проект с экологической концепцией компании «Генслер» был окончательно утвержден. Все, наконец, смогли увидеть, как будет выглядеть шанхайская башня. Все были полны энтузиазма, с нетерпением ожидая воплощения этого элегантного дизайна в реальность. 29 ноября 2008 года официально начались строительные работы шанхайской башни. Сразу же должны были возникнуть еще более трудные задачи. Особенный мягкий грунт Шанхая является настоящим кошмаром для любого строителя. Под расположенным в устье реки Янзы, построенным среди алювиальной равнины Шанхаем, находится более 280 метров мягкого водообильного грунта. Его можно сравнить с куском соевого творога тофу. Именно на тофу геотехнический эксперт Гуго Жун может продемонстрировать опасность этой почвы. Решением этой проблемы является установление в почве крепких фундаментных сваи, которые способны производить силу трения с почвой и удерживать вес здания. Потом, когда залитый бетон твердеет, настилается железобетонный пол, способный удержать давление здания. Построенное на таком фундаменте здание будет устойчивым, как скала. На таком фундаменте будет построено самое высокое здание в Шанхае. Этих фактов достаточно, чтобы Гуго Жуна и главного инженера Гульдзяня не покидали кошмары. Задача, которую следовало решить в первую очередь, это какие фундаментные сваи могут выдержать этот небоскреб весом примерно в 800 тысяч тонн, что примерно соответствует весу почти 70 эфелевых башен. Когда свои фундаменты станут полусухими, инженеры проведут цементацию под высоким давлением. Бетон вытеснит из всех отверстий осадок и заполнит все щели. Это позволит значительно повысить несущую способность фундамента. Показатели испытаний в три раза превышали требования проекта. Наконец, 955 фундаментных свай высотой 86 метров могли выдержать на себе конструкцию весом 800 тысяч тонн. Безопасность здания была полностью гарантирована. Но риск отнюдь не исчез. Произошедшая в июне 2009 года на одном из строительных объектов Шанхая авария заставила геотехнических экспертов быть более бдительными. Каким образом можно гарантировать абсолютную безопасность этого супернебоскреба? Инженерам нужно расположить под землей одну двадцатую часть здания. Это значит, что требуется выкопать огромное пространство глубиной 30 метров. Но это рождает другой вопрос. Начинать непосредственно рыть котлован фундамента значит рыть землю, на которой стоят небоскребы Динмао и шанхайский всемирный финансовый центр. С одной стороны остается всего лишь каких-то 20 с лишним метров. Никто не может взять на себя все проистекающие из этого риски. Самый верный способ сначала вырыть котлован для несущей конструкции, а в других местах продолжить выкапывать землю, установив надежную опору. Но даже создание такого небольшого котлована могло принести огромные проблемы. Диаметр котлована составляет 121 метр, глубина 33 метра. В 2010 году всего за пять дней до наступления нового года по лунному календарю котлован наконец был полностью вырыт, но времени для праздника не было. Отпуск на праздник весны был отменен. Рабочие инженеры, работающие сверхурочно, остались на стройплощадке. Приблизительно тысячи людей вместе отметили праздник и приступили к подготовительным работам по заливке бетоном фундаментной плиты. Но насколько большой она была, ее площадь примерно полтора стандартного футбольного поля, толщина 6 метров, то есть примерно двухэтажное здание. Ключевой вопрос заключался в том, что заливку необходимо осуществить за один раз, и для выполнения этой работы предоставляется только 60 часов. Еще большая угроза заключалась в тепловом эффекте гидродации. Когда бетон смешивается с водой, выделяется тепло, которое концентрируется внутри бетонных блоков. Температура внутри достигает 60 градусов по Цельсию. Разница температуры внутри и снаружи может привести к разбуханию бетона и появлению трещин. Это сильно сказывается на вопросе безопасности здания, поэтому инженеры должны строго контролировать применение водопонижающей добавки. Они должны за один раз выполнить эту сверхсложную задачу. Если не получится, второго шанса не будет, а безопасность всего здания окажется под огромной угрозой. 26 марта 2010 года более 500 рабочих и 18 бетононасосов приступили к работе. 80% автосмесителей, имеющихся в наличии в Шанхае, доставляли бетон на стройплощадку со смесительных установок, расположенных в разных частях города. Спустя 63 часа работа по одноразовой заливке беспрецедентно большой фундаментной плиты была успешно завершена. Таким образом работники смогли спокойно строить на этом фундаменте небоскреб. В сентябре 2010 года шанхайская башня через два года после начала строительных работ наконец-то показалась из-под земли. На нее возлагалась огромная надежда быть новой визитной карточкой того Шанхая, каким он был в сердцах его жителей. Но еще один вопрос постоянно витал в воздухе, оставаясь неразрешенным. Насколько все-таки высоким будет здание? В мире небоскребов существовало много его всемирно известных предшественников. Empire State Building 381 метр, Башни-близнецы 452 метра, Тайбэй 101 508 метров, Бурдж-Халифа 828 метров. Высота зданий, которое способен построить человек, постоянно растет. Но для Шанхайской башни это не самый важный вопрос. Стать самым высоким небоскребом в мире или в Китае не является главной целью. Конечная высота небоскреба варьировалась несколько раз. И в результате была установлена на уровне 632 метров. Но по мере того, как росла высота здания, возрастала и опасность, которой предстояло столкнуться с строителем. Эта высота более 600 метров. Просто взглянуть вниз такой высоты достаточно, чтобы у человека голова пошла кругом, не говоря уже о работе в таких условиях. В первую очередь надо построить каркас здания, чтобы гарантировать беспрепятственное прохождение лифта через несущую конструкцию площадью 900 квадратных метров. Во время строительства она должна оставаться полностью пустой. Сооружение несущей конструкции должно проходить со скоростью 1 этаж в 5 дней. Мощный ветер, дождь, туман сильно осложняют задачу. Решить все эти проблемы может установленное сверху несущей конструкции супероборудование. Средняя высота над уровнем моря в северном районе Тибета составляет 5000 метров. Это самая высокогорная пустошь в мире. Тибетские антилопы – хозяева высокогорья. Расположенный на высоте 4000 метров над уровнем моря, Ценхай-Тибетское Нагорье – единственный ареал их обитания. На обширной территории, которая ближе всего к небу, содержание кислорода в два раза меньше, чем во внутриконтинентальных районах. Следы человека встречаются только на границе этих диких земель. Однако здесь обитает 21 вид млекопитающих животных и 65 видов птиц. Только в декабре, в самом холодном месяце, самцы тибетских антилоп возвращаются в стаю и живут вместе с самками, становясь производителями стада антилоп. Но продолжение жизни – это конкуренция. Это значит, что обязательно появится сильный соперник. Это борьба за уважение и власть. Испытание не на жизнь, а на смерть. Сильнейший получит все. Самцы относятся к этому очень серьезно и прилагают все усилия. Сильнейший получит все. Каждый год большое количество самцов тибетских антилоп погибает в бою. А гены победителя дают жизнь новому поколению. Настоящая весна приходит на плато Цантан только в июне. Сурки закончили шестимесячную жизнь под землей. На плато уже повсюду чувствуется аромат зелени и запах еды. Сейчас уже ничто не помешает им, как следует, потянувшись, отправиться навестить родственников и друзей и наслаждаться играми. Предупреждение товарищей мгновенно дало им понять, что опасность совсем рядом. Подземные дворцы, которые строят сурки, обычно имеют два-три входа. Сурка, который спрятался в нору, очень трудно поймать. Обнаруженные красные лисицы пришлось уйти несолоно хлебавши. Сурка, который спрятался в нору, очень трудно поймать. Сурка и Нагорье полно искушений и опасностей. Это таинственные и неизведанные земли. С древних времен дикие животные размножались и развивались здесь. Они идеально приспособились к суровым условиям жизни на Плоскогорье. Жизнь на этой земле издревле существует из поколения в поколение. Сурка и Нагорье полно искушений и опасностей. 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 Это мечта, посвященная Шанхаю, план, который начал создаваться 20 лет назад. Его цель – возведение в Шанхае небоскреба высотой 632 метра. Это сооружение будет больше других бросаться в глаза. В будущем оно превзойдет небоскреб Деньмао и Шанхайский всемирный финансовый центр. Небоскреб станет воплощением самых смелых фантазий инженеров о вертикальном городе. Впервые в истории построения высотных зданий будет использован стеклянный двойной фасад. В нем будет возведено 24 очаровательных воздушных парка в целях создания более экологического и комфортного пространства будущего. Это самый новый супернебоскреб в шанхайском районе Пудун. Шанхайская башня, которая готовится вскоре потрясти весь мир. Однако во время возведения этой башни будущего придется столкнуться с наиболее сложными условиями строительства и привлечь внимание самых придирчивых человеческих взоров. Добро пожаловать на стальную платформу на Шанхайской башне. Рабочие поднимаются на лифте прямо на платформу. По краям платформы установлены почти двухметровые защитные перила. Так строительное пространство оказывается полностью огражденным. Страх высоты больше не является проблемой. Ночью на платформу опустили свыше 100 тонн арматуры. Нет надобности волноваться о том, что что-то упадет, угрожая безопасности рабочих. Но возникла новая проблема, как поднимать стальную платформу весом 1000 тонн на следующий уровень для продолжения строительных работ. Инженеры нашли подсказку в скалолазном спорте. Уже готовая бетонная стена станет для платформы чем-то наподобие скалы, по которой платформа сама себя поднимет. Теперь Ченган отвечает за контроль процесса подъема платформы. Две внутренние и внешние подпорки исполняют для платформы функцию рук и ног, с помощью которых она по принципу кронштейна фиксируется в отверстиях стены. Для подъема на каждый этаж внутренние и внешние подпорки используются по-другому. Спустя 6 часов, когда уже полностью наступила ночь, наконец завершился подъем стальной платформы, которая уже оказалась на 35 этаже. Наступил новый день. Более ста строителей приступили к работе на стальной платформе. Началось сооружение 35 этажа, несущей конструкции небоскреба. Первой задачей является установление стальной арматуры. Рабочие установят примерно 50 километров арматуры, крепко закрепят ее проволокой и проведут сварку. Вся работа должна быть завершена в течение двух дней. После установки опалубки им предстоит доставить бетон по этой трубе, а дальше через распределительный механизм, установленный на платформе. В будущем высота вырастет до 600 метров. Но когда весь этот бетон за один раз надо будет доставить наверх, обычный бетон уже нельзя будет использовать. Эти громкие звуки издает бетон, передвигаясь по трубам с помощью высоконапорного насоса. В местах изгиба трубы этот звук еще усиливается. Если использовать обычный бетон, то трубку вполне возможно забить. Всему виной присутствующий в бетоне острый щебень неровной формы. Выход из ситуации инженеры нашли в изменении формы щебня. Такой вид бетона называется самоуплотняющимся бетоном. Можно даже не использовать традиционный метод уплотнения утряской, так как он способен автоматически достигать необходимой плотности. Сейчас совершенно спокойно можно доставить весь этот бетон на 35 этаж. В то время как каждые пять дней необходимо строить один этаж несущей конструкции шанхайской башни, на одном крупном заводе по производству стальных конструкций, расположенном в 40 километрах от стройплощадки, тоже кипит работа. Структура несущей конструкции шанхайской башни разделена на 9 секций. С внешней стороны использовано 8 гигантских столбов и 4 подпорки в форме призмы. Внешняя часть стеклянного двойного фасада будет непосредственно помещена в стальные конструкции. Все стальные конструкции будут произведены двумя заводами. Их производство отнюдь нелегкое дело. Инженеры должны гарантировать, что эти огромные стальные детали можно плотно соединить, поэтому необходимо провести предварительную сборку. Однако стальная конструкция для лишь одной секции весит 3000 тонн. Диаметр достигает 60 метров, а высота 30 метров. На помощь пришла система BIM. Это система цифрового моделирования здания. Она способна собрать всю информацию относительно проектирования, строительства, оборудования, материалов и провести комплексную обработку данных. В конечном итоге вся информация превращается в довольно простую и понятную трехмерную модель, которая может абсолютно точно указать месторасположение каждой стены, каждого окна и даже каждого кабеля. Прежние плоские чертежи не были способны отобразить такие сложные пространственные отношения. Вся идея дизайнеров можно проверить и откорректировать с помощью системы BIM. Эти гигантские стальные конструкции на заводе можно полностью измерить, после чего ввести данные в систему BIM и выполнить предварительную обработку данных. Производство всех частей стальной конструкции подходит к концу. Остается только доставить их на место строительных работ. Ответственный за транспортировку, 64-летний мастер Пань работает по ночам. Огромные части стальных конструкций необходимо перевести через всегда переполненный центр Шанхая. Осуществлять транспортировку можно только ночью. Поэтому приходится работать всю ночь, чтобы надежно установить каждую часть конструкции в указанное место. Но сегодня работа не заладилась с самого начала. 97-тонная часть конструкции во время транспортировки немного сместилась, поэтому никак не получалось ее поднять. В условиях ограниченного пространства стройплощадки водителю грузовика очень сложно поворачивать его в разные стороны. Только спустя один час мастер Пань наконец нашел более-менее подходящее положение. И это только первый грузовик на сегодняшний день. Ночь еще очень длинная. Силачи, которые с такой легкостью поднимают все эти части конструкции, это четыре башенных крана М1280Д. Вес каждого из них 500 тонн, максимальная грузоподъемность до 100 тонн. В области гражданского строительства такой кран является крупнейшим в Китае типом башенных кранов. Одним из них управляет опытный машинист башенного крана Вэй Гэньшэн. Каждый день он находится в наивысшей точке над стройплощадкой и может наслаждаться самым красивым видом. На этом рабочие радости заканчиваются. Машинист башенного крана работает по 12 часов в сутки. Единственное общение происходит по рации. Работа на высоте полна опасности в США. Только в результате аварий с участием подъемных кранов в среднем в год погибает 82 человека. Когда одновременно работает 4 башенных крана, опасность возрастает в несколько раз. Если произойдет столкновение двух башенных кранов, последствия будут катастрофическими. Но и они имеют свои способы решения этой проблемы. В этот день строительная работа идет не очень удачно. Осенний дождь заставил временно приостановить работу по навесной сборке. Но не всех испугал этот сильный дождь. Подъемная команда, невзирая на ветер и дождь, продолжает установку стальных балок на платформу. Но в такой дождливый день более важную роль играет наземное управление. Стальные балки полностью установлены. Погода тоже, наконец, стоит ясная. Трудный день. Мастер авэя, наконец, подошел к концу. Он может отдохнуть. Но он не спешит, а делает то, что ему нравится больше всего. Берет в руки фотоаппарат, чтобы запечатлеть красивые виды вокруг. Во время работы он очень занят и времени на развлечения нет. Для того, чтобы здание было завершено в срок, строительство несущей конструкции и внешней стальной конструкции происходит одновременно. Стальная платформа, двигающаяся со скоростью один этаж в пять дней, уже скоро достигнет высоты башенного крана. Необходимо немедленно увеличить высоту башенного крана. Невозможно даже представить, что можно поднять башенный кран в воздух. Для этого понадобится только два подтягивающих троса. 60-метровый башенный кран весом 500 тонн с помощью этих тросов словно на брусьях ловко поднимает себя вверх. В течение всего процесса строительства каждый кран должен подниматься 27 раз. Однако инженерам также необходимо заблаговременно подумать, как после завершения работы опустить эти краны с 600-метровой высоты. К тому же это обычный лифт, которым пользуются работники, когда приезжают на работу и уезжают с нее. Как это сделать? Секрет заключается в последовательности опускания кранов. Когда здание будет закончено, три из них опустят поочередно. Сначала средний кран снимет большой кран, потом маленький снимет средний и останется последний, самый маленький, весом 500-600 килограмм. Его спустят на обычном лифте. Последний супернебоскреб в районе Лудя-Дзуй поднимается ввысь. Вместе с небоскребом Диньмао и Шанхайским Всемирным Финансовым Центром он станет самым бросающимся в глаза сооружением в городе. Создатели этого небоскреба путем непрестанных усилий, благодаря уверенности, рожденной опытом и знаниями, постепенно воплощают в жизнь эту родившуюся 20 лет назад мечту. Но по сравнению со своими коллегами они ощущают более сильное чувство тревоги, по мере того, как усиливаются споры вокруг строительства небоскребов. В последние 20 лет постепенно начали проявляться недостатки небоскребов. Высокая стоимость, большое потребление энергии, слишком большая отдаленность человека от природы. В дневное время они выглядят ярко и красиво, но вечером становятся чрезвычайно мрачными. Все это негативно сказывается на общественном мнении. Поэтому создатели Шанхайской башни должны найти для себя новый путь. Их видение заключается во внедрении самых новых зеленых технологий, чтобы сделать это здание примером экологически чистого небоскреба. Во-первых, это касается циркуляции воды. На вершине здания будет установлен огромный бак для сбора дождевой воды. Вода будет сохраняться в водном резервуаре, обрабатываться и поставляться в здании. Благодаря этому в год можно сэкономить большое количество воды, равное объему воды в 250 стандартных бассейнах. Во-вторых, это касается ветровой энергии. В верхней части здания будет находиться аэродинамическая труба и 15 ветрогенераторов. Они будут вырабатывать электроэнергию из двигающегося на высоте 600 метров со скоростью 6 метров в секунду ветра. 19 видов зеленых технологий позволят небоскребу экономить 25% расходов энергоресурсов. На самом деле главным зеленым творческим решением Шанхайской башни является использование стеклянного двойного фасада. В условиях постоянного обострения таких проблем, как глобальное потепление и парниковый эффект, широко применяющиеся при постройке небоскребов стеклянные фасады из-за огромной потери тепла подвергаются серьезной критике. Стеклянные двойные фасады способны разрешить эту проблему, так как они действуют по принципу термоса. В пустом пространстве между двумя слоями стекла формируется тепловая буферная зона. Поскольку получается избежать прямого теплообмена между помещением и внешней средой, это обеспечивает сохранение прохлады летом и тепла зимой. В сравнении с обычными стеклянными фасадами, двойные фасады позволяют уменьшить потребление энергии для отопления и охлаждения здания примерно на 50%. Две китайские компании по производству панельных стен, занимающие первое и пятое место в мировом рейтинге среди этих предприятий, совместными силами осуществляют этот проект беспрецедентной сложности. Но сложность реализации этого проекта поставила в затруднительное положение даже самых опытных проектировщиков стеклянных фасадов. Они раз за разом должны совершать улучшение. После трех лет экспериментов и разрешения тысячи технических проблем предварительный проект стеклянного двойного фасада был в основном готов. К этому времени уже завершено строительство 35-го этажа несущей конструкции. Но задача до сих пор остается достаточно сложной. Строительство здания необходимо завершить к 2015 году. Сейчас единственный способ – это одновременно строить здание и устанавливать навесную фасадную конструкцию. Проектировщики в течение оставшихся трех месяцев должны полностью завершить работу по проверке и устранению дефектов навесной конструкции. В центре будет расположен холл. В будущем здесь будет открытый парк, место для отдыха, комната для чтения. На высоте в несколько сотен метров люди смогут наслаждаться теплыми лучами солнца. Это огромное пространство оборудовано без единой железобетонной конструкции. Стальные балки проходят через внутреннюю стену и поддерживают свисающую кольцевую балку. Все стекло внешней стены крепится на кольцевой балке. Это листовое стекло проходит обработку на наиболее современной производственной линии. Является продуктом работы квалифицированных рабочих с более чем трехлетним опытом. Ведь это стекло вскоре должно будет выдержать серьезную проверку. Прежде всего, на пожаробезопасность. В 2011 году всю страну потрясла новость о пожаре в одном из небоскребов Шиньяна. Поскольку стекло на фасадных конструкциях начало быстро трескаться, пламя быстро распространилось по всему зданию, что привело к серьезным последствиям. На высоте 632 метра при пожаре получить помощь извне будет крайне сложно, поэтому опасность пожара необходимо исключить изнутри. В лаборатории, расположенной за тысячу километров, проходят испытания на огнестойкость для стекла внутренней стены Шанхайской башни. Менее чем через две минуты обычное закаленное стекло трескается. Через полчаса алюминиевая рама начинает плавиться, и огнеупорное стекло выпадает. Стекло, расположенное посередине, продержалось час при температуре тысячу градусов по Цельсию, оставаясь полностью невредимым. Этого времени достаточно, чтобы люди смогли покинуть здание. Чтобы удалось избежать других катастрофических последствий, над стеклом для внутренней стены проводят еще ряд невообразимых экспериментов. Например, такой. А еще такой. И даже такой. Вернувшись на завод, расположенный на правобережье Янзы, Мо Юнлай проводит еще один тест на прочность стекла, в ходе которого он с большой силой ударяет молотком по краям стекла. Постепенно появляются трещины, но стекло не рассыпается. Более-джелопен уже выросло. Более-джелопен уже выросло. Более-джелопен уже выросло. Но вы можете видеть, что этот болель не будет сжигать. Это будет хорошо. Что касается стекла для внешней стены, то более важной является его плотность. Оно должно выдержать сильный ветер, проливные дожди и высокое давление. Мо Юнлай со своей испытательной командой построил большую герметическую стеклянную коробку шириной 36 метров, высотой 24 и глубиной 34 метра. Он испытал ее в условиях сильной бури. Поставляемый объем воды равен 250 сантиметрам в час. Выемка в форме латинской буквы «Ви» оказалась наиболее слабым местом такой стены, когда она подверглась сильному ветру со стороны турбовинтового двигателя. Если исход этого эксперимента окажется удачным, то это станет успешным завершением проекта. Эксперимент продлился три дня, все показатели оказались в норме. Однако Мо Юнлай обнаружил, что хотя объем воды везде одинаковый, водная струя внизу значительно сильнее. Проектировщики сразу же обсудили ситуацию со строителями, потребовав увеличить панели для водоотлива, а также поднять их внешний угол наклона, чтобы вода стекала более свободно. Так, шаг за шагом разрешались все сложности, связанные со строительством небоскреба. В 2011 году, когда со временем начало строительства Шанхайской башни прошло, уже пять лет, над этим проектом уже трудились почти две тысячи человек. Появились усталость, сомнения, недовольство. Это как потерять дыхание посреди марафонской дистанции. Со всяким случается. Но мечта, которая заставляет всех двигаться вперед, еще впереди. В 2015 году строительство Шанхайской башни будет полностью завершено. Люди со всего мира смогут в этом вертикальном городе работать, заниматься шопингом, отдыхать, развлекаться. На территории 24 парков, расположенных в воздухе, можно будет приятно проводить время, общаясь с друзьями. Самый быстрый лифт в мире со скоростью 18 метров в секунду будет поднимать гостей на 119 этаж. Со смотровой площадки, расположенной в самой верхней части здания, можно будет свободно дышать чистым шанхайским воздухом, наслаждаясь уникальными, непревзойденными видами. А Шанхай, наконец, обретет новый, полностью законченный городской силуэт. Горы превратили Китай в невпостижимое государство. Благодаря отвесно-высотам, превосходящим 9 тысяч метров, здесь можно встретить самые разнообразные в мире пейзажи и биологические виды. От Гималаев до Каракарума один за другим возвышаются горные пики, образуя величественный ландшафт Третьего полюса. На высоких скалистых горах живут голубые бараны. Эти профессиональные скалолазы по крутым обрывам ходят, как по ровному месту. С помощью своей секретной техники скалолазания голубые бараны уклоняются от врагов. Так в минуты опасности они ищут спасения. Вот большое семейство барсов, в котором трое детенышей только-только начали повсюду следовать за родителем. Им все вокруг интересно. Годовалый барс должен овладеть навыками добычи пищи, а после трех лет он будет вести самостоятельную жизнь. Обучение – это очень длительный процесс. Снежный барс должен карабкаться так же искусно, как и его добыча. Но молодой детеныш барса еще не владеет искусством маскировки. В горных вершинах скрывается множество опасностей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На рынке сейчас появляется все больше умных устройств, подключенных к так называемому интернету вещей. Эта концепция объединяет множество взаимосвязанных экосистем. От умной системы регулировки дорожного движения до умной медицины. Впрочем, «Умный дом» первым созрел для массового коммерческого использования. Эта программа «Путь к успеху» я, Трэйси Чан. Еще не так давно о системах «Умный дом» мало кто слышал. Это можно было увидеть только в фантастических фильмах. Но сейчас технология все больше становится частью нашей повседневной жизни. Благодаря развитию так называемого интернет-вещей искусственного интеллекта наши дома становятся все умнее. Робот-пылесос сейчас можно увидеть чуть ли не в каждой семье. Владельцев таких устройств становится все больше. Ли Дзин Дзин — одна из них. Раньше мне приходилось убираться самой, постоянно подметать или пылесосить пол. Нужно было найти на это время от 20 минут до часа. Но теперь я купила робот-пылесос и вообще забыла обо всех проблемах. Мне достаточно нажать пару кнопок на телефоне, и он сразу же начинает уборку в любое время. Еще одно менее распространенное, но стремительно набирающее популярность устройство — «Умный замок». Бизнесмен из Шэньчжэня Цуй Дзяньбинь уже распробовал его преимущества. Когда мой ребенок возвращается домой, я чаще всего нахожусь на работе. «Умный замок» может автоматически присылать мне уведомления о том, что дочь уже дома. Родители часто волнуются, когда их дети задерживаются после школы или не приходят домой вовремя. Поэтому, я думаю, «Умный замок» в этом плане очень полезен. На рынке сейчас появляется все больше «умных устройств», подключенных к так называемому «интернету вещей». Эта концепция объединяет множество взаимосвязанных экосистем — от «умной системы регулировки дорожного движения» до «умной медицины». Впрочем, «умный дом» первым созрел для массового коммерческого использования. Будь то электрические или неэлектрические бытовые приборы и устройства, перевод их работы в цифровой формат может существенно расширить их функции. Так, например, можно в любой момент узнать, включен ли в квартире свет. Можно запрограммировать, в какое время и в каких обстоятельствах в доме должны открываться двери или окна. Какие приборы должны работать, когда в квартире никого нет? Если в квартире установлена система «умный дом», пользователь может легко контролировать любые устройства, в том числе светильники, телевизор и кондиционер. Это особенно полезно для забывчивых людей. Им больше не придется волноваться о том, выключили ли они свет и закрыли ли дверь. Режим «Ухожу из дома». Хорошо. По нашему мнению, система «умный дом» помогает людям в четырех аспектах. Во-первых, повышает безопасность. Во-вторых, она более экологична. К примеру, с ее помощью вы можете узнать, что у вас в квартире в дневное время включен свет, то есть впустую расходуется электроэнергия. В-третьих, она повышает удобство жизни. А в-четвертых, благодаря ей растет эффективность. Возьмем, например, офис или торговый зал. Их площадь довольно большая, поэтому очень удобно, когда с наступлением ночи там автоматически выключается свет, и все кондиционеры разом. Перед тем, как начать наш разговор, я хотела бы представить сегодняшнего гостя. Это Энди Мок, глава компании «Ред Погода Ресосос». Большое спасибо, что пришли к нам в студию, Энди. Итак, мой первый вопрос таков. Умные устройства или системы «умный дом» становятся по-настоящему популярными во многих промышленно развитых странах. Их распространение в Китае, однако, сложно назвать настоящим бумом. Как можно это исправить? Как еще больше популяризировать умную технику и стимулировать превращение домов в умные дома? Отличный вопрос, Рейси. Как вы уже сказали, сама концепция «умного дома» существует уже несколько десятилетий. Но вместе с этим нельзя сказать, что даже в Соединенных Штатах она сейчас массово распространена. Я думаю, что в Китае ее внедрение зависит от чисто экономических причин и темпов урбанизации. В прошлом, как мы знаем, Китай был очень бедной страной, где время было дешевле денег. Люди были готовы тратить его на уборку дома, приготовление еды и походы по магазинам. Но если доходы растут, стиль жизни людей меняется, и это становится стимулом других перемен. Время в этом случае более ценно. Люди начинают им дорожить. Это, я думаю, и есть главная причина роста популярности систем «умный дом» в Китае. Многие говорят, что сделать «умный дом» в Китае будет непросто, потому что стоимость труда у нас до сих пор относительно низкая. Кроме этого, с какими проблемами сталкивается Китай, когда речь идет о развитии систем «умный дом»? В целом, я думаю, все так и есть. Уровень доходов — это важный фактор. Если мы посмотрим на города первого эшелона — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь — к этому списку сейчас можно добавить и Ханчжоу, то увидим, что доходы там вполне сравнимы, а то и больше, чем в других частях мира. Об этом факторе тоже не стоит забывать. Ситуация в разных регионах Китая разная. В конце концов, это большая страна. Другие факторы, по сути, стандарты для вывода нового продукта на рынок, Думаю, важную роль играет маркетинг. Например, разработка популярного приложения для смартфонов, установить которое захотел бы каждый. Кроме того, важно и учитывать потенциальные опасения потребителей по поводу системы «умный дом». Многие говорят, что развитие этих систем сдерживает еще наличие множества разных технических стандартов в этой сфере. Что именно это значит, и что можно сделать, чтобы решить эту проблему? Ключевой вопрос в сфере стандартизации сейчас используют причудливое слово — это интероперабельность. Это действительно причудливое слово? Так и есть. На самом деле оно происходит из военной сферы. Смысл в том, могут ли все ваши устройства общаться друг с другом, работать в связке. Приведу простой пример. Если ваш холодильник может сам обмениваться информацией с JD.com в Китае или с Амазоном на Западе, то интернет поможет вам гарантировать, что он никогда не опустеет. Кроме интернета, есть еще и другие стандарты связи, но не будем вдаваться в технические детали. Смысл в том, что стандарты уже существуют, и они позволяют успешно решать проблему так называемой интероперабельности. Согласна. И продолжая разговор о фрагментации этого рынка, разные подходы к регулированию — это еще одна проблема, с которой столкнулась индустрия. Нельзя просто принять одно правило и применять его ко всем устройствам, они все выполняют разные функции. Их изготавливают разные производители, они имеют абсолютно разные габариты. В общем, в домах и квартирах они решают разные задачи. Как решить эту проблему? Какие правила нам необходимы? Это все еще под большим вопросом, Трейси. Эта технология инноваций только начинает по-настоящему распространяться, и, как всегда бывает в таких случаях, правило и законодательство отстает от прогресса. Мы находимся на промежуточном этапе. Что касается той самой фрагментации, то тут есть один остро стоящий вопрос. Кто должен отвечать за регулирование этой сферы? Какая структура, какое ведомство государственного, провинциального или муниципального уровня займется решением этой проблемы и возьмет на себя ответственность? Сейчас все это под вопросом. Определенно. Пока не ясно. Энди, из нашего сюжета мы узнали о трех стадиях развития технологий умного дома. Это использование отдельных устройств, затем объединение ряда устройств в одну единую сеть. Мы сейчас находимся именно на этом этапе, и третий этап – это предоставление дополнительных услуг. Как они говорят, зарабатывать на продаже услуг вместо продажи техники. У вас есть какие-нибудь идеи относительно того, как этого вообще можно добиться? Да, конечно. Получается, что это классическая модель интернет-бизнеса. Например, вы продаете холодильник с возможностью автоматического пополнения его запасов из онлайн-магазина, или же продаете датчики пыли, которые подсоединены к интернету и могут сами вызывать уборщицу или включать ваш очиститель воздуха или пылесос. И вы платите за эту услугу. Но я думала, что идея в том, чтобы сократить наши затраты с помощью робота-пылесоса, который будет убираться в моем доме. Да, я понимаю, но это уже полная автоматизация. Вместе с тем я хочу добавить, что многие компании, работающие в этой сфере, все же видят большой потенциал именно в продаже дополнительных услуг. И у них есть на это основания. Они могут просить деньги за скачивание программ и утилит для управления этой техникой, и потом взимать за это, за обслуживание устройств, абонентскую плату. Но все же нельзя забывать, что в сфере продажи самих устройств существуют безграничные возможности для получения прибыли. Они есть и в сфере выработки единых стандартов для этих устройств. Многие люди смотрят на этот бизнес с потребительской точки зрения и не осознают, что есть и другие возможности получить прибыль. Например, в области соединения техники в единую сеть. Здесь можно вспомнить о компании Cisco. Да, так и есть. Многие люди не смотрят на ситуацию под этим углом, но вы абсолютно правы. Развитие искусственного интеллекта позволит делать наши дома и квартиры все более умными. Может быть, однажды у нас появятся универсальные роботы, которые будут выполнять всю домашнюю работу за нас. Не этого ли мы все хотим? А теперь мы уходим на перерыв, после которого узнаем, как технологические компании и традиционные производители бытовой техники укрепляют свои позиции на этом рынке. Пока технологические компании, например, Xiaomi, ускоряют разработку и внедрение умных устройств, гонки присоединяются и производители традиционной бытовой техники. Если первые полагаются на ноу-хау и передовые технологии, то вторые делают ставку на свой производственный опыт, маркетинговые каналы и услуги. Добро пожаловать! Система «Умный дом» становится в Китае все более популярной. У кого же есть наибольшие шансы стать лидером на этом высококонкурентном рынке? В марте 2016-го китайская технологическая компания Xiaomi запустила проект MiDzha, призванный помочь ей создать собственную систему «Умный дом» и укрепить свои позиции на рынке. После трех лет исследований мы разработали полноценную платформу, объединившую домашние устройства и систему их взаимосвязи. Мы заранее продумали, какие именно устройства будут коммуницировать друг с другом. Главная проблема при развитии системы «Умного дома» заключается в том, что отдельный прибор, который никак не связан и никак не контролирует другие устройства, по сути бесполезен. И еще одно наше преимущество — это наличие полной производственной цепи. Мы объединили 77 компаний в одну экосистему. Каждая из них занимается разработкой программных и аппаратных решений в одной конкретной области. Это помогает нам еще больше расширить ассортимент продуктов. Увлажнителями воздуха, рисоварками, термометрами и вентиляторами Xiaomi можно управлять со смартфона. Вы можете нажать на кнопку и тем самым включить увлажнитель и вентилятор. А вот и наша рисоварка и термометр. Все эти устройства — часть платформы Midsia. Они могут менять режим работы в зависимости от обстановки. Например, когда дома низкая влажность, увлажнитель автоматически включится. А когда станет жарко, заработает вентилятор. Пока технологические компании, например Xiaomi, ускоряют разработку и внедрение умных устройств, гонки присоединяются и производителей традиционной бытовой техники. Если первые полагаются на ноу-хау и передовые технологии, то вторые делают ставку на свой производственный опыт, маркетинговые каналы и услуги. Традиционная бытовая техника продается как самодостаточный продукт, для которого не нужно ни планирование, ни поддержка. «Умный дом», однако, это устройство и серии «Все в одном». Их нужно инсталлировать, настраивать, обслуживать. Другими словами, традиционные производители ориентированы на продажу самого продукта, о компании сферы «Умный дом» на продажу сопутствующих услуг. Когда мы активируем домашний режим, сразу открываются шторы, включается свет, напольные обогреватели и кондиционер. Если меняем режим, то все они автоматически выключаются. Когда владельца нет дома, начинает действовать режим безопасности. Если в квартиру зайдет посторонний, моментально сработает сигнализация. Большие компании надеются использовать свои опыты и наработки, чтобы занять нишу на формирующемся рынке. Не отстают и игроки меньшего калибра. Среди них «Орвибо» — компания, которая занимается производством малогабаритной бытовой техники. Она также предлагает уникальные решения традиционным производителям, которые стремятся вывести свой бизнес на новый уровень. Кроме производства собственных бытовых приборов, мы помогаем традиционным производителям модернизировать их продукты. Вместе мы можем превратить обычную лампу в «Умную», обычный замок в интеллектуальное устройство. Чтобы наглядно показать клиентам весь процесс, мы создали специальные трехмерные модели. В платформе нашей компании сейчас подключено более миллиона устройств. Она поддерживает соединение самыми разными способами, в том числе и по Wi-Fi. Энди, мы знаем, что компания Xiaomi — одной из первых вышла на рынок умных устройств. Их цель — создать полную экосистему, мотивировать вас использовать только технику Xiaomi у вас дома. Должны ли все производители таких устройств идти по пути строительства своей экосистемы? Думаю, это довольно эффективная стратегия. Xiaomi занимаются производством множества видов устройств, предназначенных для домашнего использования. Но они делают еще одну интересную вещь. Создают платформу, для которой предлагают не только самую разную технику, но и стандарты, технические нормативы и даже капитал. Они финансируют другие компании, и даже стартапы мотивируют их создавать устройства, которые могут стать частью экосистемы Xiaomi. Поэтому я думаю, что они действуют весьма умно. Да, но есть ли какие-либо недостатки в создании такой экосистемы? Мы знаем о преимуществах. Этот подход делает ваших клиентов более лояльными. Им будет непросто сменить производителя одного устройства, ведь так им придется покупать все заново. Так если и подводные камни при создании экосистемы, это дорого? Конечно, в этом деле определенно есть и риски, и недостатки. Это касается создания любой платформы. Во-первых, это очень сложно. По-настоящему сложно реализовать все на практике, потому что вам нужно решать множество вопросов одновременно. Управлять своим собственным бизнесом, при этом эффективно работать с партнерами, которые создают продукты для вашей экосистемы. Вместе с тем нужно поддерживать интерес потребителей. Так что это одна из самых сложных бизнес-моделей, но одновременно она и одна из самых прибыльных. Поэтому такие компании, как Xiaomi, и сделали на нее ставку. Xiaomi предлагает очень технологичный и инновационный бизнес, который стоит на уровне выше любого производителя традиционной бытовой техники. Вы могли бы сравнить эти две модели и рассказать нам, какими между ними существуют отличия, какая из них лучше? Да, здесь можно привести такую аналогию. Вспомним про соперничество стримингового интернет-сервиса Netflix и кабельного телеканала HBO в США. Netflix может превратиться в HBO куда быстрее, чем HBO сможет превратиться в Netflix. Отличная аналогия. Да, и это, я думаю, точка отчета в сравнении Xiaomi с такими компаниями, как Hire, Media или другими производителями традиционной бытовой техники. Последние пытаются сделать свои устройства более умными, добавляя в них возможность подключения к сети или технологии искусственного интеллекта. В то же время Xiaomi и технологические гиганты Baidu, Tencent, Alibaba стремятся создать сами устройства. Я бы сказал, что основное отличие в том, что традиционные производители, я использую аналогию из американского футбола, начинают на своей собственной десятиярдовой линии, тогда как технологические компании начинают на тридцатиярдовой линии их противника. Я думаю, гораздо проще создать устройство, чем разработать технологии искусственного интеллекта, программную часть или платформу. Всё так и есть. Давайте поговорим о компаниях меньшего размера, которые начинают работать в этой сфере. Среди них, например, компания Arvibo. Где их рыночная ниша? И как эти небольшие игроки могут конкурировать Xiaomi и Hire? Я думаю, что Arvibo выбрали умную стратегию. Сегментировать рынок умных устройств можно разными путями. Один из них — разделение по видам устройств, другой — по месту компании в цепочке стоимости. Arvibo говорят, мы занимаемся исследованиями и разработками, мы работаем в сфере дизайна и создания умной техники, и мы можем работать с самыми разными видами устройств. Такая компания может легко продвинуться по цепочке стоимости и даже стать частью экосистемы Xiaomi. На самом деле они даже не конкурируют с Xiaomi. В определенном смысле они их поставщики. И я думаю, что один из способов использовать имеющиеся возможности... И выжить. И выжить, да. Но проблема, с которой они сталкиваются, заключается в том, что они могут вырасти только до определенных размеров. И затем либо продаться крупным игрокам, либо найти способ продолжить самостоятельное плавание. Эта компания на самом деле помогает традиционным производителям улучшать их технику. Поэтому она скорее работает в сегменте B2B, чем B2C. Что вы думаете об этом? Думаю, у них очень универсальный подход к собственным разработкам и дизайну. Ведь их клиентам и заказчикам может стать и Xiaomi, и Baidu, у которых есть свои технологии искусственного интеллекта, то есть программная часть. Вместе с тем, начать с ними работу может и Хайр, и даже Гомэй, то есть ритейлеры бытовой техники. А Рвиво могут сказать им, давайте мы разработаем для вас умное устройство, которое позволит вам удержать бизнес на плаву. Хотя бы выживать, пока мы не найдем возможности составить конкуренцию крупным игрокам. А теперь еще один перерыв, после которого мы выясним, что сейчас происходит на рынке. Не переключайтесь. Но хотя рынок и находится на ранней стадии развития, многие его игроки уверены в его светлом будущем. «Умный дом», полагают они, станет неотъемлемой частью повседневной жизни. Китайские и зарубежные компании более чем активно интересуются рынком умных устройств, и кажется, что энтузиазм бизнесменов растет изо дня в день. Рынок умных устройств, несомненно, привлекателен для бизнеса, но как китайским компаниям оседлать волну и построить свой бренд на глобальной арене? Давайте выясним. Большой потенциал этой сферы мотивирует множество компаний начать разработку собственных устройств для «умного дома». «Алекса», голосовой помощник созданной корпорацией «Амазон», помогает владельцу решать множество задач. Например, делать покупки в интернете. «Гугл» и «Эппл» также исследуют возможности рынка. Отраслевые эксперты, впрочем, полагают, что для полного раскрытия потенциала китайского рынка потребуется еще немало времени и усилий. Можно ли сказать, что успех технологии «умный дом» всецело зависит от пользовательского спроса? Мы пытаемся ответить на этот вопрос уже три года. Мы изучали продукты, платформы, отзывы владельцев и многое другое. В итоге пришли к выводу, что спрос на «умный дом» реален, просто многие люди еще не знают о всех преимуществах этой системы. Рынок сейчас находится на ранней стадии развития. Но хотя рынок и находится на ранней стадии развития, многие его игроки уверены в его светлом будущем. «Умный дом», полагают они, станет неотъемлемой частью повседневной жизни. По данным исследования аналитической компании «Форвард», в 2016-м объем рынка «умных устройств» в Китае превысил 60 миллиардов юаней, или почти 9 миллиардов долларов. Рост по сравнению с показателями 2015-го — около 50%. Рынок устройств системы «умный дом» стабильно растет. В 2016-м году Xiaomi, к примеру, заработали на нем порядка 10 миллиардов юаней. Теперь наша цель — удвоить этот результат. Китайские и зарубежные компании более чем активно интересуются рынком «умных устройств», и кажется, что энтузиазм бизнесменов растет изо дня в день. Но если рыночную нишу оккупируют технологические гиганты, найдется ли в ней место для компаний меньшего размера? «Умный дом» — это не промышленная концепция. Это целая веха, модель для создания большой индустриальной цепочки, участвовать в которой смогут компании самого разного масштаба. Если в сфере мобильного интернета победитель получает все, то сфера «умных устройств» довольно сильно фрагментирована. Будь то большая компания или стартап, у всех будут возможности проявить себя. Энди, из сюжета, который мы только что посмотрели, мы узнали, что и большой, и малый бизнес со всех сил рвется на рынок «умных устройств». Они видят в нем огромный потенциал. Но какие на нем сейчас существуют возможности и вызовы? Ведь при таком количестве участников конкуренция там просто невероятная. Да, это действительно большая проблема, но она присуща любому виду бизнеса в Китае. Рынок очень большой, растет он быстро, но и конкуренция на нем очень сильная. Возможно, сильнее, чем где-либо еще в мире. Я думаю, это самая серьезная проблема, с которой сталкиваются не только стартапы, которые пытаются воспользоваться новыми возможностями, но и крупные компании. Согласна. Но с точки зрения инвестора, сейчас на рынке работает так много стартапов. Какие из них имеют потенциал и возможности превратиться во что-то крупное и стоящее? Толковые инвесторы всегда ищут неочевидные плюсы и преимущества. Когда речь заходит о сегменте устройства для «умного дома», люди обычно представляют себе технику именно для дома, для квартиры. Но наряду с этим есть и другие очень перспективные и интересные сферы. Например, индустрия гостеприимства, отели и гостиницы. Использовать такие устройства можно и в офисных зданиях. Компании, которые пытаются создать успешный стартап, редко выбирают для себя относительно небольшую рыночную нишу, на которую не обращают внимания другие игроки. Может быть, Xiaomi, Alibaba и Tencent думают, мы будем осваивать только рынки объемом минимум в миллиард или 10 миллиардов долларов. Но не исключено, что вместе с этим существует и менее развитая ниша объемом, например, 50 или 100 миллионов долларов. Именно там стартап может встать на ноги. Мы уже видели такие примеры. В США это компания Nest, выпустившая «умный тормостат». Думаю, с этой точки зрения инвесторам и следует оценивать стартапы. Выяснять, выбирают ли они для себя небольшую нишу для продвижения определенного товара или же стремятся работать на узкоспециализированном рынке. Как они смогут доказать, что способны занять лидерские позиции в каком-либо узком сегменте и начать экспансию на другие рынки. Из сюжета мы также узнали, что к 2020 году Китай станет крупнейшим в мире рынком для умных устройств. До этого срока осталось около двух лет. Конкуренция на внутреннем рынке обостряется. Кроме того, мы знаем, что сейчас все говорят о технологиях искусственного интеллекта. Многие бизнесмены из технологической сферы уже написали свои книги на эту тему. Буквально на днях свою книгу по искусственному интеллекту выпустил и Робин Ли. Так вот, какие возможности появляются у китайских компаний по мере обострения конкуренции, и какие проблемы им придется решать, пытаясь отвоевать себе место на глобальном рынке? Ведь когда искусственный интеллект станет по-настоящему распространенным, как таковой конкуренции между китайскими и зарубежными компаниями больше не будет, все начнут играть на одной площадке. Я думаю, что китайские компании, не только стартапы, но и большие известные предприятия, занимают очень хорошие позиции, чтобы вести успешный бизнес в этой сфере. И не только в Китае, который, как вы уже сказали, в России будет крупнейшим мировым рынком. Развитие искусственного интеллекта зависит от наличия больших массивов данных. В Китае с этим проблем нет, просто потому что здесь так много людей. Это позволяет собирать объемы информации, с которыми не сможет сравниться ни одна другая страна мира. Секретный ингредиент в развитии сегмента умных устройств — это как раз искусственный интеллект, то есть программная часть. Кроме того, как говорили Билл Гейтс и Стив Джобс, лучший программист, 50 раз эффективнее, чем обычный программист. В Китае есть большое количество талантливых, высококвалифицированных специалистов. Это чистая статистика. Есть даже такая шутка. Если вы один на миллион, то значит, что в Китае есть еще 130 таких же людей. Все эти одаренные ученые и исследователи становятся в КНР все более заметными. Этому помогает программа «Тысячи талантов» по развитию рынка, рост доходов, реформы и либерализации. Китай имеет большие перспективы в этой сфере с точки зрения наличия специалистов и больших массивов информации. Успех предопределен. Мне кажется, что один из главных вопросов, ответить на который предстоит китайским предпринимателям, это как им продвигаться вверх по цепочке стоимости. От простого производства безликих продуктов под заказ до изготовления собственных устройств под своим брендом и со своими уникальными технологиями. Как можно ускорить этот процесс? Не уверен, что этот процесс можно ускорить, но вы абсолютно правы, Тресси. Вопрос в том, как Китай может продвинуться по цепочке стоимости. Ответ на него совсем не обязательно связан с уровнем развития технологий. Но вместе с тем совершенно ясно, что Китаю еще есть над чем работать в сфере искусственного интеллекта. Он приближается к лучшим мировым стандартам, но США или другие страны все еще лидируют в определенных сегментах. Тем не менее, КНР на правильном пути к лидерским позициям. Но в целом успех здесь связан с психологией, с рекламой, словом, с инструментами маркетинга. В этом вопросе Китай также добивается успеха, но сказать, что цель достигнута, пока нельзя. Еще есть куда стремиться. Интересно, что многие ученые уверены, что в будущем роботы будут делать за нас всю работу, а мы будем просто жить на пенсию. Лучший способ выйти на пенсию и не придумаешь, как вы думаете? Так и есть. Будем надеяться. Большое спасибо за ваши комментарии, Энди. Спасибо, что пригласили, Трейси. Спасибо, что смотрели «Путь к успеху». Увидимся в то же время на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Культура чаепития всегда стояла особняком среди нематериального культурного наследия Китая. Она выделяется своей изысканностью, глубоким смыслом и необыкновенной сложностью. Сегодня нам предстоит ответить на вопрос Айталины Романовой. Вы смотрите «Вопросы и ответы». С вами Вадим Гриних. Прежде чем познакомиться с чайной церемонией, давайте прежде узнаем, какие сорта чая предпочитают китайцы. По всем вопросам, касающимся чая, нам посоветовали обратиться к специалистам, которые есть, конечно же, в каждом чайном доме. Мы решили выбрать чайный дом под названием Ци Юань. Говорят, что внутри там очень красиво. Ну что, давайте зайдем внутрь и прикоснемся к чайным тайнам. Китайская чайная культура уходит корнями в далекое прошлое. Она глубокая и многогранна. В Китае существует множество сортов чая. Их делят по цвету, степени ферментации, сезону сбора, степени обжаривания и другим признакам. Популярным является деление чая по способу обработки на зеленый, улунский, красный, черный, желтый и белый. Соответственно, для каждого сорта чая будет своя уникальная чайная церемония. Сегодня мы с вами узнаем, как правильно заваривать чай лунзин, улунский чай дахунпао и черный чай пуэр. Зеленые чаи Зеленые чаи, они очень полезны для здоровья. Они обладают кофеином и антиоксидантами. Поэтому, если вы хотите взбодриться с утра, то стоит принимать, конечно же, зеленые чаи вместо кофе. Также очень полезно умываться зеленым чаем. Это очень здорово очищает кожу. Зеленый чай – самый популярный и распространенный чай в Китае. Чай сиху лунзин, который мы заварим сегодня, как раз является одним из сортов зеленого чая. Для заваривания этого сорта нужно выбрать чистую прозрачную посуду. Подойдет стеклянный стакан. В начале, как вы уже видели, стакан нужно ошпарить кипятком, постепенно вращая по кругу. Затем в стакан нужно добавить листья чая и налить воды. Чай лунзин очень нежный, поэтому заваривать его нужно в воде, нагретой примерно до 80 градусов. Иначе кипяток может разрушить содержащиеся в чае витамины и полезные вещества. Феникс трижды кивает головой. Это особый способ заваривания чая лунзин, при котором носик чайника трижды поднимается и опускается, наливая воду, словно голова феникса. Сейчас как раз можно увидеть, как чайные листики постепенно раскрываются и кружатся в бесконечном чайном танце. После чего чаепитие становится особенно приятным. Чайники в процессе заваривания чая несомненно играют важную роль. Они бывают керамическими, фарфоровыми, деревянными и так далее. Чайник не только является инструментом для заваривания чая, он также имеет художественную ценность. Некоторые марки чайников имеют коллекционную стоимость, самым известным представителем которых является чайник из эсинской глины. Он имеет отличную воздухопроницаемость, что гарантирует, что чай не поменяет свой вкус, а в жаркую погоду не прокиснет. Но самым удивительным является то, что если его внутренние стенки не чистить, то на них тоже не будет неприятного запаха. К этой особенности другие чайники похвастать не могут. А вот чай Дахун Пао всегда был чаем аристократии. В древности его разрешалось пить только императорам и членам императорского двора. Надо сказать, что чайная церемония чая Дахун Пао имеет очень сложную и необычную структуру. Его сложнее всего заваривать. Зажгите палочку благовоний. Очистите свой разум от дурных мыслей. Пусть на душе будет спокойствие и доброжелательность. Дахун Пао и Тегуа Ин являются разновидностями чая Улун, который лучше всего заваривать в чайнике из исинской глины. Прежде чем заваривать чай, нужно ополоснуть кипятком чайные преднадлежности, благодаря чему мы их не только очистим, но и нагреем. Для заваривания лучше всего использовать кипящую воду. Первое заваривание нужно для очищения чайных листьев. Пить этот чай не рекомендуется. Большой чайник из исинской глины называется Муху или чайник Мама. Он используется для заваривания чая. А маленький Цзэху или чайник Ребенок для разливания. Высокие стаканы нужны для вкушения аромата, а миски для чаепития. Сначала чай наливается из чайника Мамы в чайник Ребенок и затем в стакан для вкушения аромата. После чего эти стаканы накрываются стаканчиками для чаепития и аккуратно переворачиваются. Когда стаканчик переворачивается, чайный аромат заполняет все пространство. Пить этот чай нужно медленно, наслаждаясь каждым глотком его мягкого, деликатного вкуса. Старинная простота, классическая изысканность, наполненный атмосферой Востока чайный дом. Вот то место, где китайцы любят расслабиться. После тяжелого напряженного рабочего дня они приходят в чайный дом, чтобы выпить чашку другую великолепного чая, с тем, чтобы аромат этого напитка наполнил их душу и тело и позволил отвлечься от проблем. Здесь люди либо отдыхают, закрыв глаза, либо же спокойно слушают музыку, играющую в чайном доме. Чайные дома являются неотъемлемой частью жизни китайцев. Представьте себе, как здорово было бы иметь подобную комнату у себя дома, где можно прийти, расслабиться вместе с друзьями, поиграть в шахматы, выпить чайку. Юнанский чай пуэр обладает очень мягким, насыщенным вкусом и прекрасным ароматом. Он бывает двух видов – сырой и ферментированный, то есть прессованный. Сырой прекрасно понижает давление и обладает жиросжигающим эффектом, а ферментированный прекрасно влияет на пищеварение. Поэтому, девчонки, если вы хотите похудеть, чай пуэр создан специально для вас. Пуэр – чай длительного ферментирования, вкус которого со временем становится еще более насыщенным и ароматным. С помощью чашки с крышкой можно сохранить его первоначальный вкус и полностью насладиться его глубоким ароматом. Чай кладется в посуду также после ее предварительной промывки. Количество чая зависит от размеров чайной утвари и ваших вкусовых пристрастий. Ввиду того, что пуэр – ферментированный чай, в нем могут активно размножаться бактерии, поэтому следует его перед употреблением аккуратно промыть. После того, как чашку доверху наполнили водой, нужно провести крышкой по краям чашки, чтобы чай стал более чистым, а затем вылить все ее содержимое. Вот только теперь можно приступать к завариванию пуэра. При этом нужно обратить внимание на мягкое наливание воды и быстрое сливание чая. Потому что только так вы, дорогие телезрители, сможете насладиться уникальным вкусом этого чая. Он помогает снизить уровень холестерина в крови, триглицеридов и других жирных кислот. Кроме того, снижает вероятность возникновения жировой дистрофии печени, за что его так любят люди, стремящиеся похудеть. Чин пин чай. Чин пин чай. Китайцы с древности придерживались концепции единства человека и природы. Чайную культуру эта концепция пропитывает насквозь. Все движения руками в чайной церемонии, а также весь процесс заваривания чая – настоящее единство формы и содержания. Чайная церемония не только предъявляет высокие требования к посуде и качеству чая, но и к состоянию духа мастера церемонии и дегустирующего напиток. В процессе церемонии человек, посуда и обстановка должны быть чистыми, весь процесс должен проходить в полном спокойствии. Люди должны быть в гармонии друг с другом, а также с чаем и с чайными приборами. Дорогие друзья, только, пожалуйста, не подумайте, что китайцы заваривают чай каждый день именно вот таким вот сложным способом, как мы только что видели в чайной церемонии. На самом деле, в повседневной жизни все у них происходит довольно-таки просто. Вот таким вот интуитивно, понятным способом. Ждем 3 минуты и наслаждаемся напитком. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, мы находимся в одном из чайных домов Пекина, куда простые китайцы частенько приходят отдохнуть. Чай для них стал средством развлечения и отдыха. Ну что, пойдемте зайдем внутрь и посмотрим, как выглядят традиционные чайные дома. Спасибо за просмотр. Красота! Пьем чай, смотрим шоу, наслаждаемся жизнью. Чтобы понять чайную церемонию, как и любой другой вид искусства, нужно ощутить его на себе. Поэтому я настоятельно рекомендую вам приехать в Китай и самим ощутить чайную церемонию и ее атмосферу. Спасибо вам, Агдалина, за вопрос. С вами была программа «Вопросы и ответы». До свидания. Тарифы на повестке. Китай и США провели 11-й раунд переговоров по торговым спорам. Иранская ядерная программа. Тигран отказался от переговоров с Трампом по ядерной сделке. Горячее соревнование. В Шанхае завершился отбор среди китайцев на мировой кубок пекарей. Здравствуйте. В эфире новости. В студии Василий Паршутой. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о событиях в Китае и мире. В Вашингтоне завершился очередной раунд китайско-американских торговых переговоров. Глава делегации КНР Лю Хэ назвал встречу продуктивной и отметил, что вскоре дискуссии продолжатся в Пекине. А вот Дональд Трамп настроен менее дипломатично. Накануне он в два с половиной раза повысил тарифы на 200 миллиардов долларов китайского импорта. В Китае выразили сожаления в связи с решением американского президента и не исключили принятие ответных мер. Мы приехали в Вашингтон с искренними намерениями и провели открытые и конструктивные переговоры. Выступая перед журналистами по итогам встречи, глава китайской делегации Лю Хэ развеял опасения по поводу срыва переговоров. Волна пессимизма накрыла рынки днём ранее. Дональд Трамп неожиданно заявил, что консультации по торговым спорам идут слишком медленно и повысил тарифы на китайский импорт с 10 до 25%. Лю Хэ подчеркнул, что сложности были ожидаемы. У Китая, как и у любой страны, есть свои принципы. Мы не готовы к компромиссам по связанным с ними вопросам. Сотрудничество – единственный возможный выход. Наши страны должны работать и решать проблемы вместе. Только так мы можем добиться результата. В Министерстве коммерции КНР выразили сожаления в связи с решением американского президента и обещали принять ответные меры. Лю Хэ подтвердил такую возможность, но вместе с тем отметил, что стороны смогли решить множество вопросов и договорились продолжить переговоры. Мы договорились продолжать переговоры, несмотря на временные трудности и препятствия. В ближайшее время проведём встречу в Пекине. США и Китай к настоящему моменту ввели тарифы на товарный импорт стоимостью в сотни миллиардов долларов. Торговые разногласия двух крупнейших экономик мира вызвали глобальную распродажу акций и обострили опасения по поводу замедления глобального роста. Лю Хэ подчеркнул, что Китай не хочет дальнейшего обострения спора, но готов выдержать любое давление. Пока мы сохраняем уверенность, мы не боимся никаких вызовов. Трудности могут быть полезны для развития страны. Глава китайской делегации подчеркнул, что подготовка соглашения вошла в финальную фазу и выразил надежду, что в итоговом документе отношение к обеим сторонам будет одинаково справедливым. Ци Чульна, Си Чи Тиэн. Об опасных последствиях тарифных конфликтов напомнил и Генсек ООН. Выступая на специальной сессии ВТО в Женеве, Антонио Гутерриш подчеркнул, что в торговых войнах не бывает победителей и призвал устранять разногласия на переговорах. С главой ООН согласился и гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азиведа. В условиях растущего недовольства процессами глобализации в прошлом году продолжилась эскалация торговых конфликтов, что поставило под угрозу рост международной торговли и саму основу многосторонней торговой системы, основанной на соблюдении правил. В торговых войнах не бывает победителей, бывают лишь проигравшие, и поэтому крайне важно решать торговые конфликты путем многостороннего диалога и сотрудничества. Базирующаяся на соблюдении правил, беспристрастности и равноправии торговая система не только чрезвычайно важна для интересов самых бедных и наиболее уязвимых экономик мира, но и отвечает интересам всех партнеров по торговле. Наличие правил и обязательств в глобальной торговле крайне важно для всех нас. Они обеспечивают стабильность и предсказуемость, предотвращают гонку, в которой всем становится только хуже и приносят огромную экономическую выгоду. Мир сталкивается со многими проблемами, новыми и старыми. Экономическая напряженность, нищета, изменения климата, конфликты, миграция. На мой взгляд, решение каждой из этих задач требует больше сотрудничества. Никаких переговоров. Иран отказывается обсуждать с властями США будущее своей ядерной программы, в то время как Вашингтон уверяет о возможной военной агрессии Тегерана и наращивает на Ближнем Востоке военную группировку. Страны ЕС призывают Исламскую Республику вернуться к соблюдению соглашения. Подробности у наших корреспондентов. Иран не будет вести переговоры с США. С таким заявлением выступил представитель Корпуса Стражей Исламской Революции Ядалла Джовани. Оно стало ответом на слова президента США Дональда Трампа. Он изъявил желание обсудить с иранскими властями соглашение, которое могло бы заменить действующую ядерную сделку. Что они должны сделать сейчас, так это позвонить мне и все обсудить. Мы можем заключить сделку, честную сделку. Мы просто не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. И мы просим совсем немного. Мы не хотим навредить Ирану. Я хочу, чтобы они были сильными и с отличной экономикой. Напомню, в 2015-м Иран, Германия, Франция, Великобритания, Россия, Китай и США приняли совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал международный контроль ядерной программы Ирана в обмен на снятие со стороны экономических ограничений. В 2018-м Вашингтон заявил о выходе из договора и восстановил антииранские санкции, которые еще более ужесточились в последние недели. В ответ президент Ирана Хасан Роухани 8 мая объявил о приостановке на 60 дней исполнения части обязательств по договору. США ответили новыми санкциями, на этот раз в отношении металлургической отрасли и усилением военной группировки на Ближнем Востоке, куда направлены бомбардировщики, авианосец и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Свои действия в Вашингтоне объясняют сообщениями разведки об иранской военной угрозе. Тегеран эти данные опровергает. Эти обвинения выдвигают люди, которые в преддверии вторжения США в Ирак занимались тем же самым. Мы не принимаем этих обвинений. Все они фальшивка. В Евросоюзе призывают Иран вернуться к исполнению своих обязательств по договору. До сих пор мы видели, что Иран полностью выполняет свои ядерные обязательства по ядерной сделке. МАГАТЭ продолжит внимательно следить за ситуацией и ЕС будет опираться на оценки агентства. Франция твердо привержена ядерному соглашению, которое мы подписали в 2015 году, и мы хотим сохранить его. Иран должен продолжить следовать этому соглашению, и мы все должны работать над его сохранением. В Тегеране призывают европейских участников соглашения за два месяца добиться соблюдения основных интересов Ирана и отмены санкций США. В противном случае там грозят отказаться еще от двух обязательств по договору. Снять ограничения на обогащение урана и приостановить реконструкцию реактора в Ираке на тяжелой воде. Александр Дегтярев, CGTN. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан одобрил трансфер в размере полутора миллиардов долларов для возведения участка стены протяженностью более 128 километров на границе с Мексикой. Изначально около 600 миллионов из этой суммы предназначалось для поддержки сил безопасности Афганистана. Напомню, США начали войну с Талибаном в Афганистане 17 лет назад. Сейчас Соединенные Штаты достигли устойчивого прогресса во взаимодействии с представителями афганского движения Талибан. Несколько месяцев назад в США был объявлен очередной шатдаун правительства из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Многие государственные органы страны прекратили работу, поскольку Конгресс не смог согласовать проект бюджета на 2019 год. В феврале Трамп был вынужден объявить чрезвычайное положение на южные границы США после того, как ему не удалось добиться выделения финансирования в рабочем режиме. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отрицает, что планировал бежать из Венесуэлы на фоне массовых акций протеста, о чем ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео. Журналист спросил Трампа, почему Майк Помпео сказал, что Мадуро собирается улететь на самолете, а русские остановили его. И Трамп отклонил этот вопрос, заявив, что это был слух, на который не стоит обращать внимание. Даже Трамп стукнул Помпео по голове. Своё заявление Мадуро сделал, выступая перед студентами на выпускной церемонии в Каракасе. Ранее законный президент Венесуэлы понизил в звании и выслал из страны генерала Мануэля Кристофера Фигуэра и ещё 54 военных, которые отказались поддержать Мадуро. Власти Боливрианской республики называют их предателями, подозревая в причастности к неудачному военному перевороту. После этого США показательно сняли санкции с отказавшегося от Мадуро генерала. Затем США ещё расширили санкции против Венесуэлы. В чёрный список попали две судоходные компании и два судна. Санкции блокируют их от сделок с американскими лицами и компаниями и замораживают любые активы, которые фирмы могут контролировать в Соединённых Штатах. Пекин готов к конференции по диалогу между цивилизациями Азии. Форум начнётся 15 мая, но нашим корреспондентам уже удалось пообщаться с некоторыми его участниками. Многие считают, что предстоящая встреча станет хорошим шансом для укрепления культурных обменов между соседями по континенту. «Для нас большая честь получить приглашение на конференцию по диалогу между цивилизациями Азии. Это хороший шанс встретиться с коллегами из соседних стран и учиться друг у друга. Надеюсь, что мы сможем расширить сотрудничество с другими СМИ». «Председатель Си Цзиньпин призвал укреплять взаимообмены в культурной среде. Это эффективный способ разрешения цивилизационных конфликтов. Это полезно для всего человечества. Каждый, кто осознаёт свою ответственность за историю перед обществом, должен уважать других и решать проблемы путём диалога». В Шанхае завершился отбор среди китайцев на мировой кубок пекарей. Событие международного уровня проходит раз в четыре года. Организаторы отметили высокую производительность, мастерство и творческий подход китайских пекарей. В четверг конкурсанты представили хлебные скульптуры. За происходящим наблюдали и наши корреспонденты. «Дано» – хлеб, печенье, сахар и шоколад. Задача – сделать полутораметровую композицию на любую китайскую тему, используя только пищевые ингредиенты. Так проходит творческая часть конкурса китайских хлебопёков. На кону – участие в престижном мировом кубке пекарей. «Нельзя не отметить оригинальный китайский почерк. Я имею в виду мягкость. Китайцы любят лёгкие, мягкие, воздушные продукты, которые тают во рту. Для французов это действительно в новинку, потому что в нашей традиции такого нет. На этот раз нас покорили китайские участники». Профессиональный международный турнир пекарей насчитывает 30-летнюю историю. За эти три десятилетия участники из Японии и Вьетнама не раз демонстрировали особый шарм азиатской кухни. Теперь это делают и китайские хлебопёки. «Они добавляли китайский боярышник, плоды дерева ююба, ягоды годжи, корень лотоса, жасмин и даже мясо, например, сычуанский бекон. Секрет успеха заключается в том, чтобы в центре хлеб был мягкий и воздушный». Последние десятилетия иностранные хлебопекарные сети, такие как Брэд Ток и Париж Багет, производят всё больше булочек на китайский манер. Хлеб может быть нафарширован неожиданными начинками, например, имитирующими молочный чай шариками из тапиоковой муки. И нередко можно увидеть очереди именно за такой экспериментальной выпечкой. Специалисты прогнозируют, что в Китае будет стремительно расти продажи качественного европейского хлеба, замешанного на муке, масле и дрожжах высшего сорта. «Изначально была довольно маленькая клиентская база. Теперь потребители всё больше интересуются хлебом, произведённым по классическим рецептам, в котором меньше калорий. Потенциал отрасли велик. Все сегменты хлебопекарного рынка будут продолжать расти». Пекарни в классическом западном стиле сегодня занимают большую часть средневысокой ценовой ниши китайского рынка. Китайские пекарни хорошо себя чувствуют в городах второго и третьего уровней, предлагая своей аудитории, к примеру, классический пятигранный лунный пирог. Ключевой продукт – килограммовый лунный пирог 18 сантиметров в диаметре. Это наш хит-продаж. В 2017 году китайцы потребляли в среднем 6,9 килограмм хлебобулочных изделий на человека в год, что вдвое меньше мирового среднего показателя в 18,7 килограмма. Эксперты прогнозируют, что уровень потребления в Китае может удвоиться или даже утроиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Что же будут делать экспериментаторы в незнакомой обстановке перед лицом многочисленных трудностей? У нас 36 часов на спасение. Задача сложная. Ты думаешь, мы справимся? Смогут ли они выполнить сложнейшую задачу при помощи одной простой веревки? Идем дальше. Уже близко, да? Осторожней, осторожней! Вот это да! Спасательная веревка! В быту веревка вроде бы является простым инструментом для перевязки и соединения. Но иногда от нее может зависеть наша жизнь. В сегодняшнем выпуске наши экспериментаторы при помощи одной веревки в безлюдном горном ущелье попытаются найти потерпевшего и вывести его из долины. Посмотрим, какова же роль веревки в природных условиях. В этот раз экспериментаторами стали Ма Сяо Шу, Джан Лэй и обладающий богатым опытом выживания в природных условиях инструктор Джен Мэнь Куй. Получив задание, наши герои сначала отправились на экспериментальный завод. Здесь для них уже приготовили несколько распространенных видов веревок. Они же могут выбрать лишь одну в качестве реквизита для съемок. Бечевка, хлопковая и нейлоновая веревки очень толстые. Когда держишь в руке, чувствуется, что они очень крепкие. Но эти веревки очень сложно сгибать и складывать. К тому же они очень тяжелые. Их непросто переносить. И при помощи зубчатого ножа эти веревки легко разрезаются. А как же обстоят дела с тонкой альпинистской веревкой? Кажется, она тоже легко разрезается. Но неожиданно то, что в альпинистской веревке прячется много тонких нейлоновых веревок. Оказывается, альпинистская веревка собрана из прочной петли, состоящей из 18 тонких нейлоновых веревок. А тонкие веревки, в свою очередь, образуются из бесчисленных нейлоновых волокон. Нейлоновые волокна имеют определенную эластичность. И разорвать их непросто. Когда альпинисты падают, определенная эластичность может облегчить травму. Но в то же время большое количество нейлоновых веревок рассредотачивает степень напряжения. И даже если пятя порвется, или порвется одна из веревок, остальные сыграют свою роль и обеспечат сохранность жизни человека. Наши три экспериментатора решили взять альпинистскую веревку для выполнения сегодняшнего задания. Чтобы пройти это ущелье от начала до конца, есть только один путь. Но после огромного горного потока, ранее имеющиеся дороги разрушились. В горной деревне уже давно никто не живет. А потерпевший по договоренности с нами уже давно прибыл в горы и ждет прибытия экспериментаторов. Войдя в ущелье, наши герои обнаружили, что дорога плотно закрыта деревьями. Экспериментаторы полагают, что людям нравится фотографировать красивые пейзажи. В густом лесу, однако, где ничего не видно, фотографировать они бы не стали. Поэтому, если уйти с узкой тропы и пойти вдоль широкого русла, можно будет обнаружить зацепку. Идем дальше. Карабкаться по руслу очень трудно. На некоторых участках еле проходит Сяокуй. А вот физически неподготовленные и неопытные Джан Лэй и Ма Сяо Шуи и вовсе не заберутся. Приходится постоянно идти в обход. Таким образом, впустую тратится очень много времени. Наконец, узкие проходы ущелья стали широкими. Но вместе с тем появилась новая проблема. Здесь есть маленький водопад. И если продолжать подниматься в обход, будет потеряно очень много времени. Но Ма Сяо Шуи с ее физической подготовкой точно не сможет просто так взять и забраться на водопад. Видимо, чтобы решить эту проблему, нашим героям придется сделать из веревки лестницу. И тем временем Сяо Куи делает другую веревочную лестницу. Сначала он равномерно скручивает веревку в одном направлении. Затем продевает конец веревки через все круги и вытягивает. Так получаются узлы на одинаковом расстоянии. Это не только легко делается, но и требует много времени. К тому же затрачивается совсем мало веревки. Узлы не дают рукам скользить и позволяют ногам твердо ступать. Но для того, чтобы куда-либо забраться с помощью этой веревки, без определенной физической силы не обойтись. Здесь очень крутой склон. Сяушин, наверное, будет трудно забраться. Я сейчас сделаю ей веревочную лестницу. Джан Лэй без снаряжения первым забрался на водопад. Он хочет зацепить за себя веревку и с помощью собственного веса повысить стабильность. Потом я брошу эти веревки моим друзьям. Джан Лэй бросил готовую веревочную лестницу к подножию водопада. Поможет ли веревочная лестница? Будет видно потому, сможет ли самая слабая Ма Сяо Шу забраться на верхнюю точку водопада. Наступай на узлы на веревке. Сюда наступать, да? Да. Послушав совет Сяо Куя, Ма Сяо Шу стала наступать на веревочные узлы. И у нее получилось забраться на водопад. Какие-то маленькие узелки осмогли помочь людям сохранить равновесие на скользкой поверхности. Поддерживающая функция очевидна. Если у тебя сильно скользят ноги, можно воспользоваться трением веревки. Мы завязали узлы, чтобы ты цеплялась руками. Но можно за них держаться и ногами. В этот раз задание экспериментаторов заключается в том, чтобы при помощи лишь одной веревки в глубоком горном ущелье найти потерпевшего и успешно вывезти его из ущелья. Забравшись на водопад, наши герои сэкономили себе два часа пути. Но дальше по пути они не встретили следов человека. Эй, здесь есть лагерь! Лагерь как будто бы дал экспериментаторам надежду. Чтобы сэкономить время и расширить площадь поиска, наши герои решили разделиться. Из героев только Сяо Куй знает местный рельеф. Ама Сяо Шу и Джан Лэй здесь впервые. Поэтому перед тем, как разделиться, Сяо Куй особо отметил, чтобы все оставляли по пути знаки. Обязательно запомните дорогу назад, хорошо? Окей. Оставляйте знаки. Сяо Шу, ты пойдешь туда. Да. Лэй, пойдешь туда. Окей. У вас один час. Хорошо. Хорошо. Тут совсем нет дороги. Но я видел воду, пойду там посмотрю. Сяо Шань! Сяо Шань! Сяо Шань! Там бутылка минеральной воды, пойду посмотрю. На ней много земли, вряд ли она сегодняшняя. Здесь совсем нет тропы. Надо оставить какой-нибудь знак, иначе я не найду дороги назад. Чтобы не потеряться, надо оставлять пометки. По ним я найду обратный путь. Эта пометка совсем свежая. Значит, времени прошло немного. Я тут увидел пометки, оставленные туристами. Они достаточно новые, но я думаю, они ими еще не воспользовались. Я видел здесь бутылку минеральной воды, но она совсем старая. Я думаю, ее не сегодня оставили. Сяо Шань! Здесь совсем нет следов. Сяо Куй по опыту постоянно определял свое местоположение относительно места встречи. Джан Лэй оставлял заметные пометки ножиком на деревьях у тропы. А Мася Ушу использовала в качестве пометок по дороге яркие наклейки нашей передачи. Но до сих пор им так и не удалось найти ни одной ценной зацепки. Сколько взяли с собой воды? Сколько у каждого? Две бутылки. Я думаю, у него не так много воды. Может, он брал воду из источника. Пойдем вдоль русла. Я думала, он не делает пометки. Берегите лес от пожара. Может, это оно? Может быть, возможно, он шел этим путем? Возможно, да. Сяо Куй, Сяо Куй. Джан Лэй, я нашла здесь фантик от конфеты. Может быть, он шел по моей тропе? У вас там есть зацепки? Да, Джан Лэй на связи. Тут уже тоже обнаружил фантик от шоколадки. Но не знаю, есть ли такой шоколад у нашей съемочной группы. Тут есть водоем, но следов на листьях нет. Я не думаю, что здесь он набирал воду. Отлично. Тут есть свежие следы. Еще есть след от монопода. Думаю, что Сяо Шань тут проводил работу. Джан Лэй считает, что обнаружил следы, оставленные потерпевшим, и планирует продолжить поиски. Час уже подходит к концу. Сяо Куй никаких зацепок не нашел, поэтому он сделал вывод, что потерпевший не ходил его путем и решил вернуться к месту сбора. Ама Сяо Шу в этот момент еще продолжает уходить дальше в поисках. Время неумолимо уходит. А у наших героев так и нет ценных зацепок. Обнаружен лишь брошенный кем-то мусор. По одним этим предметам определить невозможно, оставленные они потерпевшим или нет. А, наверное, он не пошел дальше, здесь поднялся. А, смотри, я видел такие перчатки без пальцев. Джан Лэй обнаружил на земле перчатку. Сравнив ее с перчатками оператора съемочной группы, Джан Лэй сделал вывод, что эта перчатка принадлежит потерпевшему. Он хочет поскорее найти своих друзей, чтобы поискать больше зацепок в этом месте. Но неожиданно с Ма Сяо Шу никак не получается связаться. Джан Лэй, ты меня слышишь? Посмотри, сколько времени. Хуй, Хуй, ты меня слышишь? Ответь! Плохо дело. Я слишком далеко от них. Рация не ловит. Я ведь здесь оставляла пометку. Джан Лэй, Джан Лэй, ты меня слышишь? В этот момент Ма Сяо Шу действительно столкнулась с проблемой. Пометки, которые она ставила по пути, возможно, сдуло ветром. Она не может определить, откуда она пришла. Сможет ли она вернуться к месту сбора в назначенное время? Сякой, сякой. Ма Сяо Шу начала возвращаться по памяти и постоянно пробовала вызывать друзей по рации. Я заблудилась, не могу найти дорогу. Тропа исчезла, я на левом берегу реки. Рядом со мной одни березы, тропы вообще нет. Иди вниз вдоль ручья. Ручья? Лэй, иди поищи, нет ли её рядом у ручья. Тут есть вода. Она течёт вниз. Точно. Мне нужно идти вниз по ручью. Нет, я не могу идти. Тропа здесь. Нашла. Это мой первый знак. Я оторвала защитный слой сзади. Но бумажка слетела. Сяо Шу, Сяо Шу, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Я сейчас буду. Джан Лэй. Я здесь. Боже мой, как же я испугалась. Ты себе не представляешь. Я думала, всё, что я приклеила, отлетело. Я нашёл вот это. Это точно его? Да, это точно того оператора. Потому что в нашей группе только оператор мог отрезать в этом месте, чтобы удобнее было работать. Это точно его. Твоё направление верное. Да, я всю дорогу оставлял знаки. Ку ещё не пришёл, да? Ну что? Это точно принадлежит оператору. Шоколад. Не, это не то. Смотри, цвет паблик. Объединившись, наши герои достали всё, что они нашли по дороге. Посовещавшись, они решили, что только лишь перчатка, найденная Джан Лэем, является прямым доказательством. Я по всей дороге оставлял пометки. Пойдёмте дальше, дальше. Пойдём в его направлении. Тут поблизости есть лагерь. Твоё направление я посмотрел. Кажется, оно верное. По дороге к лагерю. Давай, пойдём к лагерю, посмотрим, нет ли там каких зацепок. Скоро солнце сядет. Джан Лэй привёл всех к месту, где он обнаружил перчатку. Где же их будет ждать потерпевший? Здесь, здесь. Я как раз здесь обнаружил его перчатку. Теперь куда идти? Вверх или вниз? Оттуда мы пришли. Если дальше идти вниз, там будет горный отрок. На пути ещё есть лагерь. Пойдёмте туда. Если будет поздно, останемся там. Туда. Посмотри время. С учётом поисков и возвращения, 6 часов. Горный ветер дует всё сильнее. Солнце уже садится. Трое наших экспериментаторов ещё не могут точно определить направление движения потерпевшего. В это время температура воздуха в горах опускается очень быстро. С учётом того, что ночные поиски для спасателей небезопасны, они всё же решили разбить лагерь и продолжить поиски после рассвета. На следующий день утром экспериментаторы приготовились продолжить поисково-спасательные работы. Сяо Куй предложил продолжить поиски вдоль источника воды. Наши друзья стали искать вдоль русла реки. Как вдруг неожиданно, река пропала из поля зрения. Оказывается, они дошли до огромной отвесной скалы, где дул очень сильный ветер. Даже воду в водопаде относило ветром. Все явно почувствовали, как сильный ветер подталкивает их в спину. Недалеко была отвесная скала неизвестной высоты. Все начали беспокоиться. Из трёх экспериментаторов лишь Сяо Куй имеет опыт скоростного спуска на более чем 100 метров. Но если спускаться с горы в обход, придётся идти дольше, по крайней мере, на 2 часа. Это огромная потеря для спасательных работ, когда нельзя терять ни секунды. Видимо, здесь придётся совершить скоростной спуск. Поэтому Сяо Куй хочет приблизиться к краю, чтобы оценить высоту. Но свирепый ветер дует так, что он не может держать равновесие. В этот момент все, кто стоят у отвесной скалы, находятся в большой опасности. Что же нужно сделать, чтобы обеспечить всем безопасность? Сяо Куй крепко привязал один конец верёвки к дереву, а другой привязал к себе. Благодаря растяжению верёвки, при большом ветре можно будет сохранять равновесие. Я сначала проверю высоту. Если нормальная, то будем спускаться тут. Если слишком высоко, пойдём в обход. Но чтобы выиграть время, нам стоит тут попробовать. Сяо Куй решил бросить камень и оценить высоту по звуку. Хотя условия разные и может быть погрешность, в данном случае это единственный действенный способ. Приготовились. Три, два, один. Бросай. Хорошо. Пять секунд. Почти шесть секунд. Пять секунд сорок. Почти шесть. За секунду камень снижается на 15 метров. Примерно 80 метров. 80 метров. Я могу спуститься? Не пойдёт. Сегодня сильный ветер, высота большая. У нас не получится. Ну как тогда быть? Пойдём в обход. Сяо Куй посчитал, что отвесная скала примерно 80 метров. То есть 50-метровой верёвки, которую взяли экспериментаторы, далеко не хватит, чтобы они смогли спуститься вниз. Им хотелось срезать путь путём скоростного спуска. Но из-за плохой погоды и длины верёвки всё провалилось. Единственный способ – спуститься с горы пешком. Но вопреки ожиданиям, горная тропа оказалась сильно размыта. Экспериментаторы не смогли найти дорогу и снова оказались у обрыва. Стоя у края обрыва, Сяо Куй чётко увидел землю. Бросив верёвку, он обнаружил, что её хватает, чтобы спуститься. Чтобы сэкономить время, наши герои решили, что во что бы то ни стало необходимо выполнить этот скоростной спуск. Ведь тут сила ветра относительно слабая, а длина верёвки превышает высоту обрыва. Окей, давайте я объясню. На ремне безопасности три кольца. Одно большое для пояса, два маленькие для ног. Для пояса крепите сверху длинок снизу. Да, верно. Окей, сейчас закрепляем замок. Посредством опыта экспериментаторы обнаружили следующее. Если использовать статическую верёвку и кольцо, можно замедлить растяжение до фиксированной точки во время падения, распределить аккумуляционную энергию и избежать разрыва верёвки из-за натяжения. При этом верёвку обматывают вокруг кольца много раз, что выполняет функцию полиспаста и эффективно рассеивает силу. Соответственно, воздействие на верёвку уменьшается. Когда центр тяжести перемещается влево, уводи правую ногу назад. Когда центр тяжести перемещается вправо, уводи левую ногу назад. В землю упирайся передней частью ступни. Да, сначала центр тяжести упирается в это место. Натягивай до упора. Затем, если хочешь отступить назад, медленно ослабляй правую руку. Старайся левой рукой не трогать верёвку или замок в этом месте. Не надо так хватать, если заволнуешься. Левая рука называется направляющая. Отвечает за контроль равновесия. В случае опасности нужно тащить на себя верёвку правой рукой. Этой рукой? Да. Ничего, довольно легко. Я только сейчас поняла, что за ощущение, когда жизнь висит на волоске. Осторожней, осторожней. Там дерево. Левее, хорошо. Безопасный спуск ущелья наконец был выполнен. Это сильно сократило расстояние между экспериментатором и потерпевшим. Но с тех пор, как наши герои зашли в горы, уже прошло около 30 часов. А пройдена лишь половина пути. Чтобы быстрее найти потерпевшего, они ускорили шаг. Сотрудник, играющий роль потерпевшего, уже лежит в траве. То есть экспериментаторы будут выносить из гор человека, который не может передвигаться. А из инструментов у них есть только спасательная верёвка. Это чашка? Да, чашка. Дай посмотреть. Новая, земли нет. Тогда, может быть, он где-то поблизости? Тем временем наступил полдень. Благодаря солнцу температура в долине стала очень комфортной. Но экспериментатором слепят глаза. Ты ведь боишься насекомых? Смотри, в глаза, когда светит солнце, оно очень слепит. Нужно намазать вот это место, тогда свет будет меньше отражаться, и глаза не так сильно будет слепить. Сяушань! Я здесь! Сяушань! Слышен голос. Стойте. Послушаем. Я здесь! Впереди, впереди! Сяушань! Я увидела его! Ну как? Повредил ногу. Ещё есть травмы. Посмотрим. Больно. Здесь нормально? Не травмировал шею? Похоже, нет. Где у тебя болит? Болит рука, да? Здесь. Плечо. Перелом. Ещё правая нога, да? Нижнюю часть ноги чувствуешь? Осторожнее. Потерпевший наконец найден. На данный момент на спасательной работе затрачено 32 часа. А пройдено лишь две трети пути. В задачи экспериментаторов входит не только найти потерпевшего. Но главное – вывести его из гор, когда он не сможет сам двигаться. Они должны найти эффективный способ экономии времени, чтобы выполнить это сложное задание. Ты давно не пил. Сначала надо пить часто, но помалу. Надо дать ему шоколад, чтобы быстро восстановить силы. Мясо не пойдёт, оно долго переваривается. Что с его ногой? Вывихнул? Что с твоей ногой случилось? Я вон там упал. Вывихнул. Вывихнул, да? Наверное, да. Связки потянул. В такой ситуации, как у него, нам нужно проверить – это перелом или растяжение связок? Сначала надо прощупать и посмотреть, нет ли явных разрывов связок. Если нет, то можно подвигать, чтобы понять, в чём дело. А если нет бинта, что делать? Если нет бинта, можно использовать одежду или что-то другое. Что-то мягкое, чтобы обмотать? Да, чтобы забинтовать его. Сейчас за ноги он не сможет идти. Проблема, как его перевезти. Он не сможет ходить. Да, здесь много деревьев. Принесём веток и сделаем носилки. Посовещавшись, друзья решили крепко обмотать верёвкой ветки, чтобы изготовить носилки. Благодаря фиксации и поддержке веток потерпевший, скорее всего, сможет ровно лежать. А переносчики спереди и сзади смогут, опираясь на соединение веток, плавно идти. Альпинистская верёвка очень толстая и жёсткая. Её крайне трудно сгибать и трудно натягивать. Вспомнив, что имеющиеся в ней 18 крепких тонких верёвок, возможно, будут удобны для перевязывания веток, они начали вытягивать их по одной из толстой альпинистской верёвки. При помощи веток и верёвок получился каркас носилок. Чтобы носилки были крепче, экспериментаторы должны изо всех сил натянуть верёвки, связывающие ветки. Но так тонкая верёвка им сильно режет руки. Сяо Куй намотал верёвку на камень, чтобы натянуть за него. Так не только можно тянуть изо всех сил, но и не поранишь руки. Носилки очень скоро были готовы. Сяо Куй и Джан Лэй взяли на себя задачу переноски потерпевшего. А Ма Сяо Шу отвечала за подачу пищи и воды. Бес потерпевшего примерно 65 килограммов. В процессе переноски носилки слегка качало. Но в целом они были очень устойчивы. Верёвки не деформировались и не порвались. Очень скоро было пройдено несколько километров. Но они обнаружили, что идти становится всё труднее и труднее. Хотя изначально до ущелья было совсем близко, последние два километра завалило камнями, свалившимися из-за паводка. У экспериментаторов под ногами стало появляться много каменных осколков. При ходьбе с ношей можно легко вывихнуть лодыжку и подвергнуть опасности человека на носилках. Сяо Куй, впереди нет тропы. Положите пока. Давай посмотрим. Тут одни большие камни. Вы так не сможете нести носилки? Что делать? Придётся придумать что-то другое. Ну как себя чувствуешь? Температура есть? Нормально. Хорошо, я тогда сниму с тебя этот плед. Хотя экспериментаторам больше не нужно было нести носилки, по требованию съёмочной группы им по-прежнему нужно было придумать что-то, что заменило бы носилки, чтобы помочь потерпевшему покинуть ущелье. Лэй, иди найди рогатину. Хорошо. Не слишком толстую, потоньше, чем у носилок. Ладно, хорошо. Приобретя опыт изготовления носилок, наши герои совершенно спокойно восприняли новую проблему. Сначала они выбрали рогатину подходящей высоты и жёсткую короткую палку. Затем взяли бинт из аптечки в качестве верёвки и обмотали ею ветку, изготовив тем самым костыль. Поэтому в естественных условиях достаточно научиться в полной мере использовать подручные материалы. Вместе с верёвкой можно изготовить различные инструменты, удобные в использовании. Раз, два, три, вставай. Стой крепко. Попробуй встать. Опирайся как следует. Хорошо, хорошо, как раз. Пойдём вдоль воды. Обычно у нижнего течения бывают деревни или люди вперёд. После этих съёмок экспериментаторы пришли к следующему выводу. Верёвка на природе может сыграть очень важную роль. Она не только может заменить громоздкую лестницу, но и может безопасно доставить человека с обрыва на землю. При оказании помощи раненому верёвка в сочетании с другими материалами может сыграть удивительную роль. Поэтому в повседневной жизни лучше изучить все особенности и функции верёвки. Потому что при нависшей угрозе даже самая простая верёвка может спасти вам жизнь. Пришли, пришли! Деревня, деревня! Мы на месте! Да! 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 Деревня, деревня! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня вместе с программой «Едем в Китай» мы отправимся в Маньчжурию, где горизонт заставлен русскими куполами, а затем поедем на восток, в Хайлар, и встретимся с дизайнерами этнических нарядов малых народностей, которые населяют внутреннюю Монголию. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, что и неудивительно, ведь мы не только на границе с Монголией, но и с Россией. Лично для меня внутренняя Монголия всегда ассоциировалась со всадником на лошади в бескрайних лугах. Но вот чего я точно не ожидал увидеть, так это процветающий мультикультурный город. А еще очень интересно, как здесь развиваются монгольские традиции. Я Тяньжань, и это программа «Едем в Китай». Это Маньчжурия – самый загруженный сухопутный порт Китая. Как вы уже догадались, по надписям, это главная железнодорожная ворота в Россию. В наши дни это место обеспечивает целых 65% всего суточного товара оборота между Китаем и Россией, который осуществляется наземным транспортом. Трудно представить, но чуть более ста лет назад Маньчжурия была лишь станцией Китайско-Восточной железной дороги. Сегодня Маньчжурия как никогда ассоциируется с Россией. Город окружен куполами и гигантскими матрешками и скорее похож на гигантский Диснейленд в русском стиле. Здесь, в матрешка-ленде, вы можете потереть плечи любой матрешечной знаменитости. Это определенно очень необычно. Безусловно, все это сделано для людей, которые приезжают сюда, на границу с Россией. Здесь больше 200 матрешек с изображением знаменитостей. От британского писателя Шекспира до швейцарского теннисиста Федерера. А еще куча тех, кого я не могу узнать. Есть даже гигантские матрешки, внутри которых открытые рестораны, отели и сувенирные лавки. Есть здесь и цирк, а также тематический парк. Почти как в Вегасе, только без азартных игр. Для пограничного города туризм в Маньчжурии развивается великолепно. В теплое время года сюда приглашают исполнителей из Монголии, России, которые устраивают здесь ужин и с шоу-программой. Это отличный способ познакомиться со всеми особенностями внутренней Монголии. Тем более, если у вас мало времени. За два часа вы попробуете русскую кухню, услышите горловое пение, насладитесь русскими народными танцами и даже современным балетом. Надо сказать, что если вы хотите получить удовольствие от разнообразных монгольских и русских танцев и увидеть настоящее творчество, это определенно то самое место. Хотя большинство жителей Маньчжурии и Ханьцы, многие из них отлично разбираются в монгольских песнях и танцах. Это было замечательно. Я представлял себе бескрайние луга. Мне очень нравится это смешение культур. Вовсе не обязательно быть монголом, чтобы носить монгольские наряды и петь монгольские песни. Ну а я возвращаюсь в матрешку Плаза, чтобы не пропустить главное шоу сегодняшнего дня. Цирковое представление. Меня переполняют чувства. Никогда не был в цирке раньше. Снова чувствую себя ребенком. Для меня особое удовольствие смотреть на выступления техисполнителей родом из России, которая славится своими грандиозными цирковыми постановками. Что впечатляет еще больше, эти же самые артисты теперь выполняют воздушную трапецию. От колеса смерти до шара смерти, что не выступление, так выброс адреналина. Эти ребята точно знают, как угодить зрителям. Это место никак не походит на пограничный город, который я себе представлял. Я думал, здесь будут поля, заросшие травой, и что здесь ничего не происходит. А на деле это самый настоящий Вегас вокруг лугов. Я чувствую себя здесь ребенком. После всего увиденного самое время немного перевести дух. Я небольшой знаток архитектуры, но это что-то вроде современной готики. Не знаю. Впрочем, даже если вы не ценитель подобных монументальных сооружений, отсюда, пожалуй, открывается самый лучший вид на город, потому что это самая высокая точка Маньчжурии. Позади меня огромный луг. И даже как-то немного странно видеть здесь этот город, наполненный неоновым светом. Сейчас пик туристического сезона. Впрочем, он наглядно показывает, насколько разбогатело это место благодаря приграничной торговле. Уличное освещение гаснет около полуночи. И до этого можно насладиться потрясающим видом на город. Главное, не замерзнуть до смерти. Маньчжурия активно торгуется своими заграничными соседями. Куда бы вы ни пошли, обязательно увидите, как российские семьи упаковывают свои покупки в машину. А еще здесь повсюду вывески на китайском, русском и монгольском языках. Правда, если вы хотите купить настоящие российские товары, я советую направиться к границе. Это целая зона беспошлиной торговли с огромным количеством российских товаров. И, конечно, повсюду надписи на кириллице. Здесь же продают огромное количество матрешек. Если сравнивать их с теми, что продают в большинстве сувенирных магазинов, качество этих изделий в разы выше. Видно, что эти матрешки сделаны с любовью. Это все изделия чисто русского ремесла? Внизу матрешки написано имя автора этого изделия. Мне кажется, нет ничего более символичного из России, чем матрешка. Все они здесь сделаны и расписаны вручную. Вы даже можете увидеть автограф мастера, который работал над этим сувениром. Я не умею читать по-русски, но могу догадаться, какой невероятной популярностью они пользуются у китайских туристов. Понимая потенциал рынка, россиянин Кирилл решил открыть здесь свой магазин. Я живу в Манчжурии, и я очень люблю этот город. Понятно. Это хорошая страна. Мне нравится, что в Китае так много людей. Спасибо. Приятно слышать. Спасибо. Хорошего вам дня. Окей, спасибо. Далее в программе мы познакомимся с разными пушистыми животными, а затем отправимся в Хайлар на этнический монгольский фестиваль. В получасе от Манчжурии расположился любопытный парк мамонтов Джайлай-Нуэр. Его славе предшествовали раскопки. Все началось в 1980 году, когда на этом месте обнаружили окаменелости трех мамонтов. И до сих пор эти находки считаются самыми крупными на территории Китая. Однако наш главный пункт назначения расположился немного дальше по дороге. Хулунь – пятое по величине пресноводное озеро в Китае, но такое большое, что на его месте могли бы разместиться два Нью-Йорка. К сожалению, сегодня очень ветрено. Придется отказаться от прогулки на лодке. Возможно, вы уже догадались, что этот район внутренней Монголии – Хулун-Буир, в котором мы находимся, получил свое имя благодаря именно этому озеру. Монголы называют это место озером Далай, которое можно перевести как «Океанское озеро». Мой рекорд на сегодня – пять камешков. Несмотря на то, что сегодня озеро Хулунь притягивает множество туристов, это место по-прежнему остается излюбленным пастбищем для овец. Под ритмы танцевальной музыки их погоняют современные пастухи, которые давно пересели с лошадей на двухколесных железных коней. Вот именно такую внутреннюю Монголию я и представлял себе. Я уже и не думал, что смогу встретить здесь пастухов, которые пасут овец. Я думал, что здесь одни туристические аттракционы. Посмотрите! Посмотрите на этих ребят! Похоже, они меня испугались. Пастух у нас вон там. До него еще надо дойти. Эти овцы все ваши? Да, выпас начинается в 4 утра, а в 8 вечера я их собираю. Вы их оставляете в этом загоне? Верно. Наверное, на мотоцикле неудобно объезжать эту территорию. Это немного удобнее, чем на лошади. Сельчанам все труднее зарабатывать на разведении овец. Этим летом было мало дождей, травы на равнинах едва хватало, чтобы прокормить животных. Какие уж тут запасы! Теперь надо потратиться и на зимний корм, чтобы овцы смогли пережить холода. Я должен сказать, что действительно очень красиво, такой традиционный образ жизни. Но, честно говоря, работа здесь не из легких. Кто захочет подниматься в 4 утра на выпас овец, а затем в 8 вечера гнать их назад. Неудивительно, что и сюда приходят изменения. Я прекрасно понимаю, почему люди перешли на мотоциклы вместо лошадей. Все потому, что это легче. Но это жизнь, и она продолжается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Для многих жителей Китая внутренняя Монголия ассоциируется с пастбищами. Да, и они здесь действительно очень красивые. Летом здесь мягкий климат, и летают прямые рейсы из Пекина и Шанхая. Единственное, о чем стоит беспокоиться, как вы будете добираться до места назначения. Хулун-Буир полностью покрыт лугами. Главное, не засмотреться на эти красоты за рулем и не погрузиться в сказочный сон. По сравнению с бескрайними равнинами, мой следующий пункт назначения довольно небольшой. Но, как говорится, мал золотник да дорог. Ведь это региональный центр Хулун-Буира. Мы проехали порядка 200 километров по лугам, чтобы добраться до района Хайлар в Хулун-Буире. И вы, конечно, заметили, что это название совсем не похоже на китайское. Несмотря на то, что этот город ничем не отличается от остальных населенных пунктов КНР, большинство его жителей — этнические монголы. Спросите у любого монгола на планете, кем он гордится больше всего, и он назовет имя Чингисхана. Он завоевал больше территорий, чем любой в истории. Его монгольская империя была самой крупной в мире. Вот почему везде в Хайларе вы сможете встретить памятники этому человеку. Даже на берегах реки Хайлар вы не сможете избавиться от этого монгольского духа вокруг. Сегодня гораздо приятнее быть в тени. Этот день выдался действительно жарким, и вокруг меня при ближайшем рассмотрении полно монгольских элементов. Посмотрите, вот там, с моста на нас смотрят гигантские головы лошадей. Повсюду статуи всадников. Безусловно, куда же без памятников Чингисхану. Так что на самом деле это такой монгольский город, если присмотреться к нему внимательнее. Однако на улицах вы не встретите здесь всадников. Как и любой китайский город, Хайлар стал современным. Монгольские дети теперь хотят видеть пузырьки в своем молочном чае и фастфуд вместо тушеной баранины. Это называется урбанизацией. Люди все чаще переселяются в города в поисках лучшей работы. Но если вы предпочитаете такси верблюдом, это еще не значит, что вы забыли свои корни. Если бы вы говорили на английском. Вы из Монголии, верно? Да. Вы учитесь здесь? Я студент. Я работаю. Чему учитесь? Я монгольская студентка. Искусство и культуре. Искусство и культуре? Окей, спойте для нас. Спойте что-нибудь тогда. Субтитры создавал DimaTorzok Самое удивительное в этих ребятах – их гармоничное звучание. Поют так, как будто ничего легче на свете быть не может. Позже мне сказали, что эта песня о матери очень подходит для студентов, которые живут вдали от дома. О, похоже, что здесь происходит что-то серьезное. На часах 9 утра – официальное время открытия фестиваля еды. От зажаренных говяжьих туш и молочного рая до ягненка на противне. Здесь собраны все самые знаменитые монгольские блюда. Эта реакция происходит на уровне подсознания, но у меня уже текут слюнки. Это довольно много для утреннего приема пищи, но если вы приехали во внутреннюю Монголию, будьте готовы набрать пару-тройку килограммов. Как вы заметили, монгольская диета – это много мяса в перемешку с углеводами. Особо рекомендую монгольские блюда хагис и будок. В последнем козье мясо хорошенько набивают камнями, чтобы оно приготовилось изнутри. Буду и дальше набивать свои щеки. Я готов есть мясо целый день. С таким количеством костей в блюдах неудивительно, почему в монгольских ресторанах помимо палочек дают еще и ножи. Боже мой, здесь столько мяса. Это место пропитано запахом мяса и молока. А какой здесь выбор, это невероятно. Далее мы встретимся с двумя творческими персонами с совершенно разным вкусом, а также узнаем, что нужно для современного подиума. Это Намин. Она модельер, которая создает современную монгольскую моду от кутюр. В своих работах она сочетает бурятские и баргские мотивы, добавляя к этой аутентичности западные обтягивающие силуэты. Недавно, благодаря своим смелым творениям, она завоевала золотую медаль на показе мод в Монголии. Мастер говорит, издревле считалось, если подвенечное платье шито идеально, значит и брак будет таким же. Сегодня девушка активно занимается продвижением монгольской моды в массы. Недалеко от мастерской Намин работает другой дизайнер, со своим особым авторским взглядом. Бурятские женщины, если они замужем, должны носить головные уборы. Это шапка Юдэн, самая распространенная ее версия. Такие обычно носили для работы в полях. Она и для мужчин, и для женщин? Это унисекс. Женщины завязывают сзади. Мужчины делают бантик спереди. У монголов широкие лица. Если вы завязываете так, лицо будет смотреться круглым. Как в фотошопе. Девушки завязывают сзади, чтобы выглядеть худее. Выглядит как головной убор на все случаи жизни. Да, раньше эту шапку носили вот таким образом. Когда холодно и дождливо, вы можете носить ее так для защиты головы. Умное изобретение. И вот так тепло и защищает от ветра. Что касается бурятской одежды, ее так много, что глаза разбегаются. Но стоит присмотреться повнимательнее, и вы найдете общие элементы дизайна. Верхняя часть обычно синяя, так как это цвет неба. Черный цвет символизирует землю, а красный — огонь. Если вы это видите, то знаете, что владелец — бурят. Итак, вся бурятская одежда очень яркая и очень разнообразная. Эти наряды чем-то походят на пальто или платье. А сейчас я дам вам несколько советов. Если вы видите вот такой зигзаг, значит, владелец одежды бурят. Мужчины такое носят. У девушек тоже может быть нарисован зигзаг, но лишь до тех пор, пока они не выйдут замуж. Потом они начинают надевать жилеты. Считается, что вы не должны видеть их спин. Ну вот, так вы сможете определить, замужем девушка или нет, и избежать неловкости во время разговора. Сегодняшний модный показ обещает быть настоящим праздником. Серегема будет состязаться с дизайнерами из Китая, Монголии и России. Всех этих людей пригласили сюда, чтобы поучаствовать в этническом дефиле. Помимо монгольской одежды здесь представлены эвенкийские, орачонские и русские наряды. А еще множество того, чего я даже не могу распознать. Впрочем, несмотря на разные языки и культурные традиции, здесь все без исключения разделяют страсть к моде. Каждый готовится к большому конкурсу. Сколько же здесь нарядов? И столько различных мнений на тему, как должен выглядеть самый лучший костюм. На них современный или традиционный наряд? Традиционный. В воздухе чувствуется напряжение. Как зрители, так и конкурсанты с нетерпением ждут начала шоу. Первой идет команда Серегемы. Дизайнер говорит, несмотря на то, что в наши дни большинство людей носит футболки и джинсы, каждый уважающий себя монгол должен иметь в своем гардеробе традиционные наряды, подобные этим. Я, конечно, согласен с Серегемой, но у современной одежды тоже есть ряд преимуществ. В идеале, мы могли бы сочетать комфорт и удобство современной одежды с элегантностью традиционных одеяний. Мастера из России пошли как раз по такому пути, создав некий фэшн-гибрид. А вот на сцене и маленькие модницы. Понятия не имею, откуда они родом, но они просто восхитительны. Сюда съехались представители самых разных монгольских племен, и каждая из них имеет свои традиции, обычаи и одежду. А эти модели из Монголии словно части одной большой радуги, мощнейшего символа в монгольской мифологии. Субтитры создавал DimaTorzok Как жаль, что люди не носят подобные наряды чаще. Они настолько полны особой культурной самобытности. Когда ты носишь такую одежду, ты не просто надеваешь ткань, ты словно окунаешься в историю своего народа. Должен сказать, что это просто потрясающее мероприятие. Внутренняя Монголия огромная, она больше Западной Европы, и здесь живет огромное количество разных этносов. Здесь вам и монголы, и арачены, и эвенки, и многие-многие другие. Это отличное место, чтобы собраться всем вместе, показать свои лучшие наряды и почувствовать гордость за свою родину. Вы должны приехать сюда и увидеть все собственными глазами. В следующей серии программы «Едем в Китай» мы прогуляемся по лугам Хулун-Буира с монголами Байрху и станем свидетелями дилеммы, с которой сталкиваются местные жители. Как сохранить свои корни и обычаи, не отставая от остального мира? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Самые яркие, самые человечные события моей жизни, они как раз связанны с китайской жизнью. Китай при всем огромном вкладе в мировую культуру, как-то изобретение пороха, бумаги, шелка и других полезных вещей Как-то не удосужился разработать свою собственную систему конструирования одежды Моду этого года я уже предсказал три года назад Я бы свою жизнь организовал таким солнечным цветом желтым И цвет, с которым начинается день, и цвет, с которым иногда заканчивается день В современном мире эстетические требования людей постоянно возрастают Им бывает довольно трудно выбрать подходящую для себя одежду Я помогу вам лучше понять себя и сделать правильный выбор Область моих научных интересов состоит именно в установлении связей между фигурой человека и одеждой Меня зовут Виктор Кузьмичев, я приехал из России, Иваново Характер человека лучше всего передает цвет его глаз Когда я был молодым, у меня глаза были почти черные, темно-коричные, как крепко завариванный чай Я был в какой-то степени нетерпимым, к чужим мнениям, был более самостоятельным Сейчас мои глаза изменились и появился зеленый оттенок А зеленый оттенок всегда свидетельствует о терпимости и толерантности Соответственно, мой характер стал таким же Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сзади за мной как раз и самый известный мост, который является символом Ухани. Этот мост построен был в 1956 году с помощью Советского Союза. Этот мост связал два района. Этот мост двухэтажный. И сейчас мы направляемся в один из самых интересных районов Ухани. Этот район называется Ханкоу, а в нем расположен оптово-розничный рынок текстиля и одежды Ханчжедже. Здесь две реки Янзы, она вообще протекает с Китая. С запада на восток. И здесь еще есть другая река. Этот транспортный артель как раз способствует тому, что здесь центр вот такой оптовой торговли одежды. Вот мы с вами сейчас находимся в самом центре торгового района Ханчжедже. Вот обратите внимание, какое движение вокруг. Движутся продавцы, движутся покупатели. Это вот и есть настоящий индикатор моды. То есть мода чем определяется? Спросом и предложением. Вот если бы меня спросили, где находится центр китайской, даже мировой моды, я без стеснения ответил бы здесь, в Ханчжедже. Потому что идеи, которые рождаются в Париже, в Лондоне, Милане, как большая волна, они вот выплескиваются сюда. Вот тут огромное количество мелких магазинов, из которых продукция распространяется по всему Китаю. Не обращая внимания на сезоны. Зима, лето, осень, весна. Потому что всегда есть спрос, всегда есть покупатели. А это самый главный двигатель моды. Вот иногда даже страшно смотреть, как вот эти носильщики перемещают такие огромные кипы, остромодные одежды, которые вот сегодня здесь, а завтра уже будет совершенно в другом месте Китая. Тут же найдет покупателей, и тут же будет востребовано. Субтитры создавал в Китае. Армани? Го Чханда? Да, Го Чханда. Китай. Го Чханда? Го Чханда? Го Чханда. 30... О, 30 РМБ. Я хочу знать, что цвета более популярная в этом году? Субтитры создавал в Китае. Субтитры создавал в Китае. Субтитры создавал в Китае. Это из последнего сезона. Субтитры создавал в Китае. Рынок тканей в Ханжи-Дже просто огромный. Вся продукция китайской текстильной промышленности представлена здесь. И шелковые ткани, и шерстяные, и ткани для мужской одежды, и ткани для детской одежды, и трикотажные полотна. Но кроме того, быстрая реакция текстильного китайского рынка на моду просто поражает. Вот, например, в наступающем сезоне будет очень популярна черно-белая графика, геометрия. И вот здесь мы можем увидеть уже образцы этой ткани. То есть и любой потребитель, простой покупатель, и будущий дизайнер может найти здесь для себя то, что необходимо и для повседневной жизни, и для создания остромодной одежды. В этом удивительном районе есть несколько памятников людям рабочих профессий. Один из таких памятников – памятник неизвестному закройщику. Имя его неизместно. Труд таких людей не заметен, но именно они создают красоту, которая окружает нас каждый день. Трудные жизненные моменты Хочется найти примеры из прошлой своей жизни, позитивные, которые бы скрасили вот эту ситуацию. Я, конечно, вспоминаю очень много примеров из Китая. Потому что самые яркие, самые такие человечные, может быть, события в моей жизни, они как раз связаны с китайской жизнью. Китая. это скорее всего я за это уши, потому что я должен быть в любом году. Я тоже вернусь на западную патологию, обязательно кrarядущую звонку, и дорогая машина, я ещё shifting машина в машину. Я прощаюсь, чтобы каждый год куда-то дать, чтобы отправить машину. чтобы Parалл- ninth- scoop, чтобы на самом деле сделать определенные вещи. И мы все равно с этим порядком. Это всегда будет посредине. И мы все же, что я рекомендувала. Когда мы начали общаться, моего языка и воспроизводства было очень трудно. Потом мы в школе в школе, в школе, в школе, мы садимся в больнице в больнице. В школе, в школе, в школе, в школе, в школе, в школе. и мы в школе слушаем обкладывая planner. что выпуск Armyрього из двери искренних всего, и streets пер palace. В школе дляактория было отдыха на экран students. в дока measure дети. Из villa, не Maloга. Через К bên. academом из Швардана. Для меня сюда осталось, чтобы я был в nenhum дом. В testedем до esos titties, 紹анных, чтобы я надо было приятно всех. Потому что на меня наружает, чтобы, когда я идти по-другому, вWhile я привел с ним общаться, то я хочу сказать им, что я поздравляю с тем, что я поднёжал. Поэтому это злобный парням, после этого люди, вźniej наружает в бесслине, чтобы меня было делать. Когда-то сейчас послал 갈ся. Он очень любит его, как у них были такие чувства. Очень близко. Он очень любит его. Он очень любит его. Он был в 13-м году в работе, он был в этом месте. Он был в этом месте. Он был в этом месте. Я никогда не забуду китайских коллег в той операции, которую я принес в Ухане по поводу разорванного сухожилия. Я никогда не забуду теплые отношения, когда вот все хочется отдать, чтобы ты быстрее восстановился. Это просто были такие добрые человеческие чувства. Это всегда очень приятно. В Ухане 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 в европейский Through duncom это созданный классician. П換одательства cheapになли. В wanted to , а потом мимон City éliorировannya и фото Popарон много spraw겠죠. Detroit 셔ин это обновлено из разделения 특히 что President о ней ве loved urbanah Основная задача нашей лаборатории, которая создана в факультете дизайна одежды, это разработка компьютерных технологий и совершенствование системы конструирования одежды. А вот создавая эту лабораторию, мы предстоит сразу несколько целей. Во-первых, улучшить качество одежды, которое производится в Китае, а во-вторых, разработать основу для трехмерного компьютерного проектирования одежды. В основе любого проектирования находится человеческая фигура. И чем точнее информацию мы получаем о такой фигуре, тем точнее будет конструкция одежды и более комфортно будет себя чувствовать мне человек. Вот для примера я хочу вам показать те инструменты, которые использовались раньше для проведения измерений. Вот, наверное, всем до более знакомые сантиметровые ленты, с помощью которых можно, допустим, менять обхваты фигуры, можно менять, допустим, длинные и тому подобное. Но инструмент несовершенный, он, конечно, не позволяет получить точную информацию о фигуре. Другие приборы, которые сделаны из металла, дают более точную информацию. Но пользование ими достаточно проблематично, поскольку нужно иметь определенный навык. Вот, чтобы, допустим, измерить толщину руки, я должен положить определенное давление. Вот чуть я нарушил это давление, да, и у меня, допустим, результат уже изменится. Поэтому контактные методы измерения в современных условиях, они выглядят просто архаичными. И поэтому мы приняли решение для улучшения качества получаемой информации использовать новый вид оборудования, автоматические бодисканеры. Этот бодисканер работает очень просто. В нем имеются четыре колонны, в которых имеются лазерные датчики. И вот измеряемый человек должен войти вот в эту кабину, это называется кабина, принять определенную позу. Ноги должны быть на ширине плеч, руки разведены. И в течение пяти секунд получается полная информация о человеческой фигуре. Размерные признаки. И плюс еще трехмерные изображения. А трехмерные изображения – это уже основа для нового проектирования, виртуальной примерки. Вот у меня здесь стоит манекен. Это манекен, который используется практически во всех швейных предприятиях Китая и в учебных заведениях. Но я честно хочу сказать, этот манекен, он давно уже устарел. Он еще создавался по японским стандартам. И вот измерения, которые есть на этом манекене, например, обхват груди, обхват талии, обхват бедер, они слишком идеальны и не соответствуют реальным фигурам. И поэтому наша задача в результате этого очень большого проекта, а это все китайские проекты, такие измерения проводятся по всей территории Китая, получить как можно более точную информацию о человеческих фигурах. Зачем? Чтобы китайский народ, покупая одежду, был уверен, что одежда будет точно соответствовать тому размерному варианту, который он носит. Это три-само, белый цвет, это номер номер один. Это функциональный, а чем это? Какие это? Какие это? Делайте. Делайте. Я 1.60 см. Я на магазин, я купил服, я купил服, 服務員只能根据一个模糊的概念, 比如说你的身高,160, 或者你一个大概的胸围, 比如说84厘米, 给你选一个中号码. 但是我们想这个, 1米60身高的同样的这个女性, 其实是很多的, 但是每个个体的体态特征是不一样的. 我们把800个,1000个女性, 邀请到我们的三维人体扫描的实验室进行扫描, 那么我们会获得一个数据库, 然后用数学统计和数学分析的方法, 来把这个数据库里面的女性, 按照更精确, 更合理的一个标准来给它划分, 然后我们用人体测量的这个数据, 来指导企业去开发更为细致, 或者是更为精确的, 号行的分类. 我们的选择选择选择选择选择选择选择选择选择。 我们的选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选� подобные народные промыслы, они, наверное, причины все-таки на исчезновение. Тут вопрос в том, нужно ли их поддерживать, нужно ли сохранять. Конечно, сохранять их нужно. Продолжение следует... В этом году, в Кандец, в Кандец, в Ситту, и в Фу-ла, в Кандец. В Хангкевской территории, в Ситту , в Кандец. В Кандец, в Кандец. Да, да, да. В двух часах езды от промышленной Ухани в уезде Хунань сохранился удивительный промысел. Этот промысел называется ручное ткачество. Считается, что история промысла насчитывает более 500 лет. А живыми свидетелями этой истории являются вот эти сохранившиеся удивительные деревянные ткацкие станки, на которых местные мастерицы, не терапясь, выполняют свою ежедневную работу, выпускают вот такие интересные полотна. Особенностью хунаньского ткачества является геометрический орнамент и чередование нитей разного цвета. Значит, работает ткачиха с помощью вот такого прибоя, с помощью которого она обеспечивает необходимую плотность нити. И постоянно заменяет вот эти челноки, в которых находятся шпульки с нитями разных цветов. Ее задача – сохранить вот этот рисунок на протяжении всего полотна. Когда я увидел первый раз эту удивительную работу и узнал, что местные ткачихи испытывают трудности со сбытом своей продукции, потому что трудно конкурировать с тканями механического способа производства, мне с моими коллегами поставили перед собой задачу, каким образом помочь им в этой трудной экономической ситуации. Я хочу узнать, сколько миксов этих продуктов, эта женщина производит каждый день. Опытайте. И я хочу узнать, кто помогает ее приготовить паттер, это ее решение. Как я вижу, она любит красный цвет. Я всегда могу видеть красный цвет. Они любят красный цвет. Особенностью и явным преимуществом хунанского текстиля является его экологическая чистота, поскольку он производится без химических препаратов. Разрабатывая ассортимент этой продукции, конечно, мы сделали упор на том, что окружает человека дома и с чем он контактирует в первую очередь. Вот, например, посмотрите, вот этот комплект костенья белья, вот он упакован в такую сумку, которая тоже сделана из местной ткани. И вот особенность фактуры этой ткани, вот неравнота поверхности, как раз выдает ручной способ производства. И вот этот тренд, экологическая чистота, он очень хорошо ложится на общий тренд, который характеризует современную моду. Именно внимание к тому, что окружает человека. Современного дизайна и модную колористику, и наши постоянные семинары, которые мы проводим для этих мастериц, они как раз нашли свое отражение и вот в декоративном оформлении новой и сувенирной продукции и домашнего текстиля. Особенность находить в малом красоту, это, конечно, меня восхищает. Вы знаете, я бы не хотел бы, чтобы традиционное китайское искусство развивалось в будущем. Мне хотелось бы, чтобы традиционное китайское искусство и в будущем осталось таким же традиционным. Китай при всем огромном вкладе в мировую культуру, как-то изобретений пороха, бумаги, шелка и других полезных вещей, как-то вот не удосужился разработать свою собственную систему конструирования одежды. Мне кажется, на китайских фабриках есть некоторые проблемы, связанные с конструированием одежды. И вы создали, вы видите, перед тем, что вы сувенирали в рамках, да? И затем вместе, вместе, может быть, для этого жакета это более полезно, чтобы вы сувенирали эту культуру, да? Вы закончили эту, и затем сувенирали в рамках. Мы находимся в швейном цехе крупнейшей в Китае, в Центральном Китае и Ухане, компании «Айги», которая производит трикотажную одежду. Ассортимент этого предприятия – это спортивный трикотаж, домашний трикотаж, а также верхний трикотаж для домашнего рынка и зарубежных потребителей. Наше сотрудничество мы начали в 2011 году, и компания обратилась за помощью в создании более современной комфортной конструкции, улучшении менеджмента и более полном соответствии международным трендам. Вот с этого времени и началось наше плотное сотрудничество с этой очень перспективной и интересной компанией. Это более как «ИЭС». Да, да. В этом году мы много общаемся с парней, которая составляет дорого опыта, как мы с компанией, мы в конкуратном компания, мы yearsним образовались интересы, и которые мы не знаем enterprise, но мы из всех в странах более высокий, что мы проходим производительности, и на корпорации мы все в том, что мы постоянно постарались с данными оборудованиями, на данный момент мы всегда изучаем оборудовательные. Ещё jako недоинтоним we multiply в продукции, потому что относится в среднем уровне, как и в среднем на курсках. Прошедшие четыре года подтвердили правильность нашего выбора и показали высокую эффективность сотрудничества. Уханьский текстильный университет получил хорошую возможность выполнять научные исследования, решать прикладные задачи, направлять на практику своих студентов, а потом трудоустраивать их на этом предприятии. Я считаю, что пример такого сотрудничества между компанией Айди и Уханьским текстильным университетом очень ценен в настоящей экономической ситуации. Преподаватель существует для того, чтобы передать студенту свои знания. Если студент обладает уже какими-то начальными знаниями или профессиональными, или, допустим, накопленными в каких-то смежных областях, к ним, конечно, нужно прислушиваться. Если студент таким опытом не обладает, то есть его задача впитывать то, что тебе говорят, особенно в сфере дизайна. Я вспомнил, но сейчас эта высокая кухня не в форме. После снимки, да, может быть. Очень хорошо, да. Я думаю, что для этого, это очень хорошо. Может быть, здесь должно быть черное и белое, да. Может быть, здесь только черное. Также черное, да. И если вы поставите здесь, то, как сказать, это выглядит более... Для этого, это нормально. Оно-но-но. Какая-то. Сначала это, да, вроде бы, свет. Может быть, это тоже. Нечто очень хорошо, да. Это нормально. Оно-но-но, наверное, это нормально. Веккор Дуа-део教授 сказал, что у меня было бы, какие-то уникальные студенты, что в игре участвовли, которые начали учиться и учиться. Веккор Туа-део, например, у меня было бы. Веккор Туа-део. Поперегу, мне неправдно, не поспелет их. Потом, потом, вместо его общаться, я не получивался. Можешь 40 метров, too long. Потому что, too long, catwalk, Все модели начались от начала, а иногда может быть в центре, а иногда может быть в центре, а иногда только от входа до входа, и это очень быстро. И почему с ними еще не может быть в центре? Одна любая модель, но если вы брось эти shoes, используйте эти шутки. Это контент из пленей. Эту будущую моду можно прогнозировать через знание особенностей конструирования. Я не хвастаюсь, но моду этого года я уже предсказал три года назад. Я знал, какая будет длина, я знал, какая будет форма. Почему? Потому что математика позволяет систематизировать большой объем статистических данных и выявить закон, по которому будет это развиваться. Я считаю это своим достижением. Использование тематических методов для прогнозирования моды и для описания моды в прошлом – это очень серьезная база. Я приехал в Пекин на очередную неделю китайской моды. Вот уже 10 лет, как китайская ассоциация моды, приглашаете меня в качестве члена международного жюри. И я своими глазами вижу, как развивается китайский дизайн. И мне доверено определять, кто из китайских дизайнеров является лучшей в мужской и женской одежде. И каждый год меня удивляют, как китайские дизайнеры, наряда своей богатейшей культуре, ищут и находят источники вдохновения в разных частях Китая. И в то же время очень удачно соединяет вот эти свои китайские особенности с мировыми глобальными трендами. Надеюсь, моя работа поможет китайским дизайнерам проектировать более удобную и комфортную одежду, а вам выглядеть более красивыми в глазах окружающих. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Для начала разрезаем рыбью голову. На две части. Верно. Должны получиться две половинки. Да. Очень красивая голова у нашей семги. Мне нравятся черные пятнышки на коже. Похоже на узор. Очень красиво. Да. В ресторанах мы чаще всего едим жареную семгу или сырую в виде сашими. И кажется, что у нее довольно неприятный запах. Характерный рыбный запах. Большое значение имеет то, как мы ее готовим. Степень готовности семги должна быть не более 70%. В этом случае семга не потеряет влагу и полинасыщенные жирные кислоты омега-3. Те, что очень полезны для здоровья. Да. Их знают как рыбий жир. Точно, рыбий жир. Так мы его сохраним. Если переварить рыбу, потеряем рыбий жир вместе с жидкостью, и неприятный запах только усилится. То есть мы немного недовариваем, чтобы вкус был лучше, а полезных веществ больше. Верно. Сегодня мы и узнаем, как этого добиться. Для начала посолим рыбу. Соли можно добавить побольше. Как если бы мы хотели ее засолить? Да. И уже на этом подготовительном этапе мы начинаем бороться с неприятным запахом рыбы. Ведь так? Да. Выдавливаем немного лимонного сока. Довольно распространенный способ борьбы с рыбным запахом. Да. Кроме лимонного сока можно также добавить овощи, к примеру, сельдерей или кинзу. Значит, и они могут устранить этот запах. У них очень сильный аромат. Да. И он приглушает запах рыбы. Именно так. Теперь натираем рыбу. Это также поможет удалить из нее лишнюю жидкость. Это чтобы наша рыба потеряла меньше воды, а значит и питательных веществ вместе с ней. Верно. Не так уж все просто. Оставляем рыбу в этом маринаде на 10 минут. Маринад из лимонного сока и соли удалит из рыбы лишнюю жидкость. Это чтобы ушла вода, запомните. Верно. Понюхайте рыбу сейчас. Неприятного запаха больше нет. Да. Теперь у нее только аромат лимона. Правда же? Неприятного запаха нет, а жидкости в рыбе намного меньше. Не стоит думать, что наша рыба потеряла что-нибудь, кроме неприятного запаха. Питательные вещества при ней, главная их черта, тот самый рыбный запах. Будет заметнее, когда мы приступим к термической обработке. Да, теперь нужно ополоснуть рыбу водой. А почему нельзя оставить на ней немного маринада? Потому что в нем очень много соли. Рыба будет слишком соленой? Да. Ополоснем ее? Отлично. То есть маринуем рыбу совсем недолго, ведь так? Достаточно 10 минут. Ясно. Если долго мариновать, из рыбы уйдет слишком много жидкости, это тоже плохо. Можно передержать. Да. Хорошо. С этим закончили. Итак, мы разрезали рыбную голову на две части, замариновали ее, избавились от лишней жидкости. Что дальше? Теперь нужно порезать рыбу помельче. После этого мы уже не увидим голову семги целой. Да, но если у вас дома есть большая керамическая кастрюля, можно рыбу и не резать. То есть резать не обязательно? Да. Но если порезать, вкус быстрее проникнет в мякоть? Да. А голову семги не так уж легко резать. Дома можно не резать, а порубить ее. То есть взять нож потяжелее и разрубить на куски. Да. Готово. Теперь продолжим. Мы будем тушить рыбу на слабом огне под крышкой. А есть ли какие-нибудь требования к посуде? Лучше всего, если это будет керамическая кастрюля. Потому что только в такой кастрюле скорость нагрева будет не слишком высокой. Верно. Добавляем немного соли. То есть создаем базовый вкус блюда? Да, именно так. Кладем соль, затем сахар. Сахара добавили немало. Это для соуса. Сегодня он у нас на основе соевой пасты. С ней вкус будет насыщеннее. Также добавляем немного соевого соуса, а потом устричного. Понятно, почему добавляем устричный соус. А вот соевую пасту я не ожидала увидеть. А еще нам сюда нужно немного пива. И крахмал. Думаю, зачем здесь крахмал? Всем понятно, он удерживает сок в рыбе. Да, именно так. И еще он сохранит куски целыми в процессе приготовления. Верно. Затем добавим немного соевого соуса лаучоу. Это придаст рыбе приятный оттенок. Только что мы ведь еще добавили немного пива? Да. А почему используем именно пиво? Пиво не только поможет устранить неприятный запах, но и улучшит вкус блюда. Хорошо. Хорошо. Оставляем рыбу в маринаде на 10 минут. А что будем делать дальше? Поставим кастрюлю на огонь. И будем тушить рыбу на медленном огне, под крышкой. Да, верно. Именно поэтому лучше взять керамическую кастрюлю. Наливаем масло в уже разогретую кастрюлю. Хорошо. Нам предстоит обжарить дополнительные ингредиенты. Сначала добавляем имбирь. Его можно взять побольше. Имбирь нужно резать крупными кубиками. Репчатый лук? Лук. Сейчас нам понадобятся палочки. Чеснок нужен будет позже. А как называется этот лук? Лук-шалот. Верно, лук-шалот. Если его нет, можно обойтись репчатым. Добавить только репчатый лук? Да. Лук-шалот хорош тем, что в нем мало воды. А еще он очень ароматный. На очереди мясо с салом. Кладем немного в кастрюлю. Довольно часто так делают, когда готовят рыбу. Да. Добавляем рыбе мясного аромата. Чтобы было немного животного жира. С ним рыбное блюдо вкуснее, мясо уже начинает менять цвет. Этого недостаточно. Обязательно нужно дождаться, когда из мяса вытопится немного жира, и только тогда добавлять чеснок и лук-шалот. То есть мы должны жарить мясо, пока не вытопится жир, который нам нужен для обжаривания чеснока и лука. Да, отлично. Сейчас уже можно добавить чеснок, а затем лук. И чеснока, и лука кладем много. Да, вы, конечно же, можете менять пропорции с учетом собственных предпочтений. Но лучше добавить побольше, блюдо будет ароматнее. Точно. Лук здесь из-за рыбы? Да. Если бы мы сегодня готовили не рыбью голову, а что-нибудь другое, такие пахучие ингредиенты нам бы не понадобились. Да. Теперь кладем рыбу в кастрюлю. Посмотрите, каким сочным все выглядит после обжаривания. Да. Сейчас уже можно убавить огонь. Да. То есть начинаем тушить? Да, пусть рыба немного потомится. Огонь обязательно должен быть слабым. Совсем маленьким. Да. Убавляем до самого слабого. Теперь мы должны дождаться, пока наша рыба достигнет полуготового состояния. А сколько времени это займет? Около пяти минут. То есть мы отправили все ингредиенты в кастрюлю, накрыли крышкой и тушим на слабом огне пять минут. И еще нам нужно приготовить соус. Для него нам понадобится пиво и немного соуса шеншоу. На самом деле, когда мы мариновали рыбу, приправ и специи добавили немало. Без этого соуса, наверное, можно было обойтись. Тогда вкус будет не тот. Немного лаучоу. Устричного соуса. А затем все перемешаем. Если любите острое, можно добавить чуть-чуть сушеного перца. Его лучше разломать. Да. Когда аромат блюда станет чуть суше, можно открывать крышку. Удивительно, рыбного запаха совсем нет, только аромат приправ и специй. Да. Теперь добавляем приготовленный нами соус. Отлично. Добавили. После этого... Опять накрываем крышкой. У нас здесь еще есть пол лимона. Я знала, что и ему мы найдем применение. Верно. Снова открываем крышку. И выдавливаем в кастрюлю лимонный сок. Включаем сильный огонь. И слегка пошевелим рыбу. Это то, о чем вы уже говорили. Выпускаем рыбный запах. Да. Готово. Теперь кладем кинзу. Выключаем газ. И накрываем крышкой, чтобы аромат стал насыщеннее. Отлично. Можно подавать. Дадим рыбе немного постоять. Одной тарелкой тут не обойтись. Нужно еще насыпать в нее немного соли. Верно. Это чтобы кастрюля быстрее остыла. Наше блюдо, голова семги в керамической кастрюле, готово. Жаль, что вы не можете почувствовать аромат этого блюда. Настоящее удовольствие подать на стол рыбу в еще кипящем и таком аппетитном густом соусе. Этот рецепт стоит взять на заметку. Вспомним основные этапы приготовления этого вкусного и полезного блюда. Разрежьте рыбью голову на две части. Натрите их солью и лимонным соком. Чтобы отбить неприятный запах, оставьте рыбу в маринаде на 10 минут. После этого промойте семгу в продочной воде. Порежьте на небольшие куски. Добавьте соль, сахар, соевую пасту, соевый и устричный соусы, пиво, крахмал и соус лаучоу. Хорошо все перемешайте и оставьте в этом маринаде на 10 минут. Поставьте на огонь керамическую кастрюлю. Налейте в нее немного масла. Добавьте имбирь и репчатый лук. Обжарьте их. Затем добавьте мясо с салом и продолжайте обжаривать, пока не вытопится жир. Потом добавьте чеснок и лук-шалот. Выньте семгу из маринада и отправьте ее в кастрюлю. Тушите рыбу под крышкой на слабом огне 5 минут. Приготовьте соус, смешав пиво, соус шэншоу, соус лаучоу, устричный соус и сушеный перец. Потушив рыбу 5 минут, добавьте соус в кастрюлю, накройте крышкой и доведите до кипения. Затем добавьте сок лимона, кинзу и продолжайте тушить на сильном огне. Закройте крышкой кастрюлю, чтобы дать рыбе настояться. Можно снимать блюда с огня и подавать. Теперь приготовим что-нибудь попроще. Любите вкусно поесть? Тогда не ленитесь готовить. Сегодня мы научимся готовить вкусный и питательный картофельный салат. Блюдо из толченого картофеля в сочетании с яйцами и овощами, заправленное майонезом, не оставит никого равнодушным. Для приготовления этого салата вам понадобятся картофель, яйца, огурцы, морковь, майонез, васаби и соль. Для начала помойте и очистите картофель. Крупно порежьте его, затем отварите. Яйца отварите и нарежьте кубиками. Помойте и мелко нашинкуйте огурцы и морковь. Выньте отваренный картофель, остудите при комнатной температуре и разомните в пюре. Соедините эту мясу с яйцами и овощами. Добавьте майонез и васаби в пропорции 3 к 1. Тщательно перемешайте. Готово! Тарифы на повестке. Китай и США провели 11-й раунд переговоров по торговым спорам. Иранская ядерная программа. Тегеран отказался от переговоров с Трампом по ядерной сделке. Горячее соревнование. В Шанхае завершился отбор среди китайцев на мировой кубок пекарей. Здравствуйте! В эфире новости. В студии Василий Паршут и в ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о событиях в Китае и мире. В Вашингтоне завершился очередной раунд китайско-американских торговых переговоров. Глава делегации КНР Лю Хэ назвал встречу продуктивной и отметил, что вскоре дискуссии продолжатся в Пекине. А вот Дональд Трамп настроен менее дипломатично. Накануне он в два с половиной раза повысил тарифы на 200 миллиардов долларов китайского импорта. В Китае выразили сожаления в связи с решением американского президента и не исключили принятие ответных мер. Мы приехали в Вашингтон с искренними намерениями и провели открытые и конструктивные переговоры. Выступая перед журналистами по итогам встречи, глава китайской делегации Лю Хэ развеял опасения по поводу срыва переговоров. Волна пессимизма накрыла рынки днём ранее. Дональд Трамп неожиданно заявил, что консультации по торговым спорам идут слишком медленно и повысил тарифы на китайский импорт с 10 до 25%. Лю Хэ подчеркнул, что сложности были ожидаемы. У Китая, как и у любой страны, есть свои принципы. Мы не готовы к компромиссам по связанным с ними вопросам. Сотрудничество – единственный возможный выход. Наши страны должны работать и решать проблемы вместе. Только так мы можем добиться результата. В Министерстве коммерции КНР выразили сожаления в связи с решением американского президента и обещали принять ответные меры. Лю Хэ подтвердил такую возможность, но вместе с тем отметил, что стороны смогли решить множество вопросов и договорились продолжить переговоры. Мы договорились продолжать переговоры, несмотря на временные трудности и препятствия. В ближайшее время проведем встречу в Пекине. США и Китай к настоящему моменту ввели тарифы на товарный импорт стоимостью в сотни миллиардов долларов. Торговые разногласия двух крупнейших экономик мира вызвали глобальную распродажу акций и обострили опасения по поводу замедления глобального роста. Лю Хэ подчеркнул, что Китай не хочет дальнейшего обострения спора, но готов выдержать любое давление. Пока мы сохраняем уверенность, мы не боимся никаких вызовов. Трудности могут быть полезны для развития страны. Глава китайской делегации подчеркнул, что подготовка соглашения вошла в финальную фазу и выразил надежду, что в итоговом документе отношение к обеим сторонам будет одинаково справедливым. Ци Чульна, CGTN Об опасных последствиях тарифных конфликтов напомнил и Генсек ООН. Выступая на специальной сессии ВТО в Женеве, Антонио Гутерриш подчеркнул, что в торговых войнах не бывает победителей и призвал устранять разногласия на переговорах. С главой ООН согласился и гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азиведа. В условиях растущего недовольства процессами глобализации в прошлом году продолжилась эскалация торговых конфликтов, что поставило под угрозу рост международной торговли и саму основу многосторонней торговой системы, основанной на соблюдении правил. В торговых войнах не бывает победителей, бывают лишь проигравшие, и поэтому крайне важно решать торговые конфликты путем многостороннего диалога и сотрудничества. Базирующаяся на соблюдении правил, беспристрастности и равноправии, торговая система не только чрезвычайно важна для интересов самых бедных и наиболее уязвимых экономик мира, но и отвечает интересам всех партнеров по торговле. Наличие правил и обязательств в глобальной торговле крайне важно для всех нас. Они обеспечивают стабильность и предсказуемость, предотвращают гонку, в которой всем становится только хуже и приносят огромную экономическую выгоду. Мир сталкивается со многими проблемами, новыми и старыми. Экономическая напряженность, нищета, изменение климата, конфликт и миграция. На мой взгляд, решение каждой из этих задач требует больше сотрудничества. Никаких переговоров. Иран отказывается обсуждать с властями США будущее своей ядерной программы, в то время как Вашингтон уверяет о возможной военной агрессии Тегерана и наращивает на Ближнем Востоке военную группировку. Страны ЕС призывают Исламскую Республику вернуться к соблюдению соглашения. Подробности у наших корреспондентов. Иран не будет вести переговоры с США. С таким заявлением выступил представитель Корпуса Стражей Исламской Революции Ядалла Джовани. Оно стало ответом на слова президента США Дональда Трампа. Он изъявил желание обсудить с иранскими властями соглашение, которое могло бы заменить действующую ядерную сделку. Что они должны сделать сейчас, так это позвонить мне и все обсудить. Мы можем заключить сделку, честную сделку. Мы просто не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. И мы просим совсем немного. Мы не хотим навредить Ирану. Я хочу, чтобы они были сильными и с отличной экономикой. Напомню, в 2015-м Иран, Германия, Франция, Великобритания, Россия, Китай и США приняли совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал международный контроль ядерной программы Ирана в обмен на снятие со стороны экономических ограничений. В 2018-м Вашингтон заявил о выходе из договора и восстановил антииранские санкции, которые еще более ужесточились в последние недели. В ответ президент Ирана Хасан Рухани 8 мая объявил о приостановке на 60 дней исполнения части обязательств по договору. США ответили новыми санкциями, на этот раз в отношении металлургической отрасли и усилением военной группировки на Ближнем Востоке, куда направлены бомбардировщики, авианосец и зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Свои действия в Вашингтоне объясняют сообщениями разведки об иранской военной угрозе. Тегеран эти данные опровергает. Эти обвинения выдвигают люди, которые и в преддверии вторжения США в Ирак занимались тем же самым. Мы не принимаем этих обвинений. Все они фальшивка. В Евросоюзе призывают Иран вернуться к исполнению своих обязательств по договору. До сих пор мы видели, что Иран полностью выполняет свои ядерные обязательства по ядерной сделке. МАГАТЭ продолжит внимательно следить за ситуацией, и ЕС будет опираться на оценки агентства. Франция твердо привержена ядерному соглашению, которое мы подписали в 2015 году, и мы хотим сохранить его. Иран должен продолжить следовать этому соглашению, и мы все должны работать над его сохранением. В Тегеране призывают европейских участников соглашения за два месяца добиться соблюдения основных интересов Ирана и отмены санкций США. В противном случае там грозят отказаться еще от двух обязательств по договору. Снять ограничения на обогащение урана и приостановить реконструкцию реактора в Араке на тяжелой воде. Александр Дегтярев, CGTN. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан одобрил трансфер в размере полутора миллиардов долларов для возведения участка стены протяженностью более 128 километров на границе с Мексикой. Изначально около 600 миллионов из этой суммы предназначалось для поддержки сил безопасности Афганистана. Напомню, США начали войну с Талибаном в Афганистане 17 лет назад. Сейчас Соединенные Штаты достигли устойчивого прогресса во взаимодействии с представителями афганского движения Талибан. Несколько месяцев назад в США был объявлен очередной шатдаун правительства из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Многие государственные органы страны прекратили работу, поскольку Конгресс не смог согласовать проект бюджета на 2019 год. В феврале Трамп был вынужден объявить чрезвычайное положение на южные границы США после того, как ему не удалось добиться выделения финансирования в рабочем режиме. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отрицает, что планировал бежать из Венесуэлы на фоне массовых акций протеста, о чем ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео. Журналист спросил Трампа, почему Майк Помпео сказал, что Мадуро собирается улететь на самолете, а русские остановили его. И Трамп отклонил этот вопрос, заявив, что это был слух, на который не стоит обращать внимание. Даже Трамп стукнул Помпео по голове. Своё заявление Мадуро сделал, выступая перед студентами на выпускной церемонии в Каракасе. Ранее законный президент Венесуэлы понизил в звании и выслал из страны генерала Мануэля Кристофера Фигуэра и ещё 54 военных, которые отказались поддержать Мадуро. Власти Боливрианской республики называют их предателями, подозревая в причастности к неудачному военному перевороту. После этого США показательно сняли санкции с отказавшегося от Мадуро генерала. Затем США ещё расширили санкции против Венесуэлы. В чёрный список попали две судоходные компании и два судна. Санкции блокируют их от сделок с американскими лицами и компаниями и замораживают любые активы, которые фирмы могут контролировать в Соединённых Штатах. Пекин готов к конференции по диалогу между цивилизациями Азии. Форум начнётся 15 мая, но нашим корреспондентам уже удалось пообщаться с некоторыми его участниками. Многие считают, что предстоящая встреча станет хорошим шансом для укрепления культурных обменов между соседями по континенту. Для нас большая честь получить приглашение на конференцию по диалогу между цивилизациями Азии. Это хороший шанс встретиться с коллегами из соседних стран и учиться друг у друга. Надеюсь, что мы сможем расширить сотрудничество с другими СМИ. Председатель Си Цзиньпин призвал укреплять взаимообмены в культурной среде. Это эффективный способ разрешения цивилизационных конфликтов. Это полезно для всего человечества. Каждый, кто осознаёт свою ответственность за историю, перед обществом должен уважать других и решать проблемы путём диалога. В Шанхае завершился отбор среди китайцев на мировой кубок пекарей. Событие международного уровня проходит раз в четыре года. Организаторы отметили высокую производительность, мастерство и творческий подход китайских пекарей. В четверг конкурсанты представили хлебные скульптуры. За происходящим наблюдали и наши корреспонденты. Дано. Хлеб, печенье, сахар и шоколад. Задача – сделать полутораметровую композицию на любую китайскую тему, используя только пищевые ингредиенты. Так проходит творческая часть конкурса китайских хлебопёков. На кону – участие в престижном мировом кубке пекарей. Нельзя не отметить оригинальный китайский почерк. Я имею в виду мягкость. Китайцы любят лёгкие, мягкие, воздушные продукты, которые тают во рту. Для французов это действительно в новинку, потому что в нашей традиции такого нет. На этот раз нас покорили китайские участники. Профессиональный международный турнир пекарей насчитывает 30-летнюю историю. За эти три десятилетия участники из Японии и Вьетнама не раз демонстрировали особый шарм азиатской кухни. Теперь это делают и китайские хлебопёки. Они добавляли китайский боярышник, плоды дерева ююба, ягоды годжи, корень лотоса, жасмин и даже мясо, например, сычуанский бекон. Секрет успеха заключается в том, чтобы в центре хлеб был мягкий и воздушный. В последние десятилетия иностранные хлебопекарные сети, такие как Брэд Ток и Париж Багет, производят всё больше булочек на китайский манер. Хлеб может быть нафарширован неожиданными начинками, например, имитирующими молочный чай шариками из тапиоковой муки. И нередко можно увидеть очереди именно за такой экспериментальной выпечкой. Специалисты прогнозируют, что в Китае будет стремительно расти продажи качественного европейского хлеба, замешанного на муке, масле и дрожжах высшего сорта. Изначально была довольно маленькая клиентская база. Теперь потребители всё больше интересуются хлебом, произведённым по классическим рецептам, в котором меньше калорий. Потенциал отрасли велик. Все сегменты хлебопекарного рынка будут продолжать расти. Пекарни в классическом западном стиле сегодня занимают большую часть средневысокой ценовой ниши китайского рынка. Китайские пекарни хорошо себя чувствуют в городах второго и третьего уровней, предлагая своей аудитории, к примеру, классический пятигранный лунный пирог. Ключевой продукт – килограммовый лунный пирог 18 сантиметров в диаметре. Это наш хит-продаж. В 2017 году китайцы потребляли в среднем 6,9 килограмм хлебобулочных изделий на человека в год, что вдвое меньше мирового среднего показателя в 18,7 килограмма. Эксперты прогнозируют, что уровень потребления в Китае может удвоиться или даже утроиться. Василий Солкашевич, CGTN. И к этой минуте у нас вся информация, а следить за новостями вы также можете на сайте нашего телеканала Russian.CGTN.com. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня вместе с программой «Едем в Китай» мы отправимся в Маньчжурию, где горизонт заставлен русскими куполами, а затем поедем на восток, в Хайлар, и встретимся с дизайнерами этнических нарядов малых народностей, которые населяют внутреннюю Монголию. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, что и неудивительно, ведь мы не только на границе с Монголией, но и с Россией. Лично для меня внутренняя Монголия всегда ассоциировалась со всадником на лошади в бескрайних лугах. Но вот чего я точно не ожидал увидеть, так это процветающий мультикультурный город. А еще очень интересно, как здесь развиваются монгольские традиции. Я Тяньжань, и это программа «Едем в Китай». Это Маньчжурия. Самый загруженный сухопутный порт Китая. Как вы уже догадались, по надписям, это главная железнодорожная ворота в Россию. В наши дни это место обеспечивает целых 65% всего суточного товара оборота между Китаем и Россией, который осуществляется наземным транспортом. Трудно представить, но чуть более ста лет назад Маньчжурия была лишь станцией Китайско-Восточной железной дороги. Сегодня Маньчжурия как никогда ассоциируется с Россией. Город окружен куполами и гигантскими матрешками и скорее похож на гигантский Диснейленд в русском стиле. Здесь, в матрешка-ленде, вы можете потереть плечи любой матрешечной знаменитости. Это определенно очень необычно. Безусловно, все это сделано для людей, которые приезжают сюда, на границу с Россией. Здесь больше 200 матрешек с изображением знаменитостей. От британского писателя Шекспира до швейцарского теннисиста Федерера. А еще куча тех, кого я не могу узнать. Есть даже гигантские матрешки, внутри которых открытые рестораны, отели и сувенирные лавки. Есть здесь и цирк, а также тематический парк. Почти как в Вегасе, только без азартных игр. Для пограничного города туризм в Маньчжурии развивается великолепно. В теплое время года сюда приглашают исполнителей из Монголии и России, которые устраивают здесь ужин и с шоу-программой. Это отличный способ познакомиться со всеми особенностями внутренней Монголии. Тем более, если у вас мало времени. За два часа вы попробуете русскую кухню, услышите горловое пение, насладитесь русскими народными танцами и даже современным балетом. Надо сказать, что если вы хотите получить удовольствие от разнообразных монгольских и русских танцев и увидеть настоящее творчество, это определенно то самое место. Хотя большинство жителей Маньчжурии и Ханьцы, многие из них отлично разбираются в монгольских песнях и танцах. Это было замечательно. Я представлял себе бескрайние луга. Мне очень нравится это смешение культур. Вовсе не обязательно быть монголом, чтобы носить монгольские наряды и петь монгольские песни. Ну а я возвращаюсь в матрешку Плаза, чтобы не пропустить главное шоу сегодняшнего дня. Цирковое представление. Меня переполняют чувства. Никогда не был в цирке раньше. Снова чувствую себя ребенком. Для меня особое удовольствие смотреть на выступления тех исполнителей родом из России, которая славится своими грандиозными цирковыми постановками. Что впечатляет еще больше, эти же самые артисты теперь выполняют воздушную трапецию. От колеса смерти до шара смерти, что не выступление, так выброс адреналина. Эти ребята точно знают, как угодить зрителям. Это место никак не походит на пограничный город, который я себе представлял. Я думал, здесь будут поля, заросшие травой, и что здесь ничего не происходит. А на деле это самый настоящий Вегас вокруг лугов. Я чувствую себя здесь ребенком. После всего увиденного самое время немного перевести дух. Я не большой знаток архитектуры, но это что-то вроде современной готики. Не знаю. Впрочем, даже если вы не ценитель подобных монументальных сооружений, отсюда, пожалуй, открывается самый лучший вид на город, потому что это самая высокая точка Маньчжурии. Позади меня огромный луг. И даже как-то немного странно видеть здесь этот город, наполненный неоновым светом. Сейчас пик туристического сезона. Впрочем, он наглядно показывает, насколько разбогатело это место благодаря приграничной торговле. Уличное освещение гаснет около полуночи. И до этого можно насладиться потрясающим видом на город. Главное, не замерзнуть до смерти. Маньчжурия активно торгуется своими заграничными соседями. Куда бы вы ни пошли, обязательно увидите, как российские семьи упаковывают свои покупки в машину. А еще здесь повсюду вывески на китайском, русском и монгольском языках. Правда, если вы хотите купить настоящие российские товары, я советую направиться к границе. Это целая зона беспошлиной торговли с огромным количеством российских товаров. И, конечно, повсюду надписи на кириллице. Здесь же продают огромное количество матрешек. Если сравнивать их с теми, что продают в большинстве сувенирных магазинов, качество этих изделий в разы выше. Видно, что эти матрешки сделаны с любовью. Это все изделия чисто русского ремесла? Внизу матрешки написано имя автора этого изделия. Мне кажется, нет ничего более символичного из России, чем матрешка. Все они здесь сделаны и расписаны вручную. Вы даже можете увидеть автограф мастера, который работал над этим сувениром. Я не умею читать по-русски, но могу догадаться, какой невероятной популярностью они пользуются у китайских туристов. Понимая потенциал рынка, россиянин Кирилл решил открыть здесь свой магазин. Я живу в Манчжурии, и я очень люблю этот город. Понятно. Это хорошая страна. Мне нравится, что в Китае так много людей. Спасибо. Приятно слышать. Спасибо. Хорошего вам дня. Окей, спасибо. Далее в программе мы познакомимся с разными пушистыми животными, а затем отправимся в Хайлар на этнический монгольский фестиваль. В получасе от Манчжурии расположился любопытный парк мамонтов Джайлай-Нуэр. Его славе предшествовали раскопки. Все началось в 1980 году, когда на этом месте обнаружили окаменелости трех мамонтов. И до сих пор эти находки считаются самыми крупными на территории Китая. Однако наш главный пункт назначения расположился немного дальше по дороге. Хулунь – пятое по величине пресноводное озеро в Китае, но такое большое, что на его месте могли бы разместиться два Нью-Йорка. К сожалению, сегодня очень ветрено. Придется отказаться от прогулки на лодке. Возможно, вы уже догадались, что этот район внутренней Монголии – Хулун-Буир, в котором мы находимся, получил свое имя благодаря именно этому озеру. Монголы называют это место озером Далай, которое можно перевести как «океанское озеро». Мой рекорд на сегодня – пять камешков. Несмотря на то, что сегодня озеро Хулунь притягивает множество туристов, это место по-прежнему остается излюбленным пастбищем для овец. Под ритмы танцевальной музыки их погоняют современные пастухи, которые давно пересели с лошадей на двухколесных железных коней. Вот именно такую внутреннюю Монголию я и представлял себе. Я уже и не думал, что смогу встретить здесь пастухов, которые пасут овец. Я думал, что здесь одни туристические аттракционы. Посмотрите! Посмотрите на этих ребят! Похоже, они меня испугались. Пастух у нас вон там. До него еще надо дойти. Эти овцы все ваши? Да, выпас начинается в 4 утра, а в 8 вечера я их собираю. Вы их оставляете в этом загоне? Верно. Наверное, на мотоцикле неудобно объезжать эту территорию. Это немного удобнее, чем на лошади. Сельчанам все труднее зарабатывать на разведении овец. Этим летом было мало дождей. Травы на равнинах едва хватало, чтобы прокормить животных. Какие уж тут запасы! Теперь надо потратиться и на зимний корм, чтобы овцы смогли пережить холода. Я должен сказать, что действительно очень красиво. Такой традиционный образ жизни. Но, честно говоря, работа здесь не из легких. Кто захочет подниматься в 4 утра на выпас овец, а затем в 8 вечера гнать их назад. Неудивительно, что и сюда приходят изменения. Я прекрасно понимаю, почему люди перешли на мотоциклы вместо лошадей. Все потому, что это легче. Но это жизнь, и она продолжается. Для многих жителей Китая внутренняя Монголия ассоциируется с пастбищами. Да, и они здесь действительно очень красивые. Летом здесь мягкий климат. И летают прямые рейсы из Пекина и Шанхая. Единственное, о чем стоит беспокоиться, как вы будете добираться до места назначения. Хулун-Буир полностью покрыт лугами. Главное, не засмотреться на эти красоты за рулем и не погрузиться в сказочный сон. По сравнению с бескрайними равнинами, мой следующий пункт назначения довольно небольшой. Но, как говорится, мал золотник да дорог. Ведь это региональный центр Хулун-Буира. Мы проехали порядка 200 километров по лугам, чтобы добраться до района Хайлар в Хулун-Буире. И вы, конечно, заметили, что это название совсем не похоже на китайское. Несмотря на то, что этот город ничем не отличается от остальных населенных пунктов КНР, большинство его жителей — этнические монголы. Спросите у любого монгола на планете, кем он гордится больше всего, и он назовет имя Чингисхана. Он завоевал больше территорий, чем любой в истории. Его монгольская империя была самой крупной в мире. Вот почему везде в Хайларе вы сможете встретить памятники этому человеку. Даже на берегах реки Хайлар вы не сможете избавиться от этого монгольского духа вокруг. Сегодня гораздо приятнее быть в тени. Этот день выдался действительно жарким, и вокруг меня при ближайшем рассмотрении полно монгольских элементов. Посмотрите, вот там, с моста на нас смотрят гигантские головы лошадей. Повсюду статуи всадников. Безусловно, куда же без памятников Чингисхану. Так что на самом деле это такой монгольский город, если присмотреться к нему внимательнее. Однако на улицах вы не встретите здесь всадников. Как и любой китайский город, Хайлар стал современным. Монгольские дети теперь хотят видеть пузырьки в своем молочном чае и фастфуд вместо тушеной баранины. Это называется урбанизацией. Люди все чаще переселяются в города в поисках лучшей работы. Но если вы предпочитаете такси верблюдом, это еще не значит, что вы забыли свои корни. Если бы вы говорили на английском. Вы из Монголии, верно? Да. Вы учитесь здесь? Я студент. Я работаю. Чему учитесь? Я монгольская студентка. Искусство и культуре. Искусство и культуре, окей, спойте для нас. Спойте что-нибудь тогда. Субтитры создавал DimaTorzok Самое удивительное в этих ребятах – их гармоничное звучание. Поют так, как будто ничего легче на свете быть не может. Позже мне сказали, что эта песня о матери очень подходит для студентов, которые живут вдали от дома. О, похоже, что здесь происходит что-то серьезное. На часах 9 утра. Официальное время открытия фестиваля еды. От зажаренных говяжьих туш и молочного рая до ягненка на противне. Здесь собраны все самые знаменитые монгольские блюда. Эта реакция происходит на уровне подсознания, но у меня уже текут слюнки. Это довольно много для утреннего приема пищи. Но если вы приехали во внутреннюю Монголию, будьте готовы набрать пару-тройку килограммов. Как вы заметили, монгольская диета – это много мяса в перемешку с углеводами. Особо рекомендую монгольские блюда хагис и будок. В последнем козье мясо хорошенько набивают камнями, чтобы оно приготовилось изнутри. Буду и дальше набивать свои щеки. Я готов есть мясо целый день. С таким количеством костей в блюдах неудивительно, почему в монгольских ресторанах помимо палочек дают еще и ножи. Боже мой, здесь столько мяса. Это место пропитано запахом мяса и молока. А какой здесь выбор, это невероятно. Далее мы встретимся с двумя творческими персонами с совершенно разным вкусом, а также узнаем, что нужно для современного подиума. Это Намин. Она модельер, которая создает современную монгольскую моду от кутюр. В своих работах она сочетает бурятские и баргские мотивы, добавляя к этой аутентичности западные обтягивающие силуэты. Недавно, благодаря своим смелым творениям, она завоевала золотую медаль на показе мод в Монголии. Мастер говорит, издревле считалось, если подвенечное платье шито идеально, значит и брак будет таким же. Сегодня девушка активно занимается продвижением монгольской моды в массы. Недалеко от мастерской Намин работает другой дизайнер, со своим особым авторским взглядом. Бурятские женщины, если они замужем, должны носить головные уборы. Это шапка Юден, самая распространенная ее версия. Такие обычно носили для работы в полях. Она и для мужчин, и для женщин? Это унисекс. Женщины завязывают сзади. Мужчины делают бантик спереди. У монголов широкие лица. Если вы завязываете так, лицо будет смотреться круглым. Как в фотошопе. Девушки завязывают сзади, чтобы выглядеть худее. Выглядит как головной убор на все случаи жизни. Да, раньше эту шапку носили вот таким образом. Когда холодно и дождливо, вы можете носить ее так для защиты головы. Умное изобретение. И вот так тепло и защищает от ветра. Что касается бурятской одежды, ее так много, что глаза разбегаются. Но стоит присмотреться повнимательнее, и вы найдете общие элементы дизайна. Верхняя часть обычно синяя, так как это цвет неба. Черный цвет символизирует землю, а красный — огонь. Если вы это видите, то знаете, что владелец бурят. Итак, вся бурятская одежда очень яркая и очень разнообразная. Эти наряды чем-то походят на пальто или платье. А сейчас я дам вам несколько советов. Если вы видите вот такой зигзаг, значит, владелец одежды бурят. Мужчины такое носят. У девушек тоже может быть нарисован зигзаг, но лишь до тех пор, пока они не выйдут замуж. Потом они начинают надевать жилеты. Считается, что вы не должны видеть их спин. Ну вот. Так вы сможете определить, замужем девушкой или нет, и избежать неловкости во время разговора. Сегодняшний модный показ обещает быть настоящим праздником. Серегема будет состязаться с дизайнерами из Китая, Монголии и России. Всех этих людей пригласили сюда, чтобы поучаствовать в этническом дефиле. Помимо монгольской одежды, здесь представлены эвенкийские, орачонские и русские наряды. А еще множество того, чего я даже не могу распознать. Впрочем, несмотря на разные языки и культурные традиции, здесь все без исключения разделяют страсть к моде. Каждый готовится к большому конкурсу. Сколько же здесь нарядов? И столько различных мнений на тему, как должен выглядеть самый лучший костюм. На них современный или традиционный наряд? Традиционный. В воздухе чувствуется напряжение. Как зрители, так и конкурсанты с нетерпением ждут начала шоу. Первой идет команда Серегемы. Дизайнер говорит, несмотря на то, что в наши дни большинство людей носит футболки и джинсы, каждый уважающий себя монгол должен иметь в своем гардеробе традиционные наряды, подобные этим. Я, конечно, согласен с Серегемой, но у современной одежды тоже есть ряд преимуществ. В идеале мы могли бы сочетать комфорт и удобство современной одежды с элегантностью традиционных одеяний. Мастера из России пошли как раз по такому пути, создав некий фэшн-гибрид. А вот на сцене и маленькие модницы. Понятия не имею, откуда они родом, но они просто восхитительны. Сюда съехались представители самых разных монгольских племен, и каждая из них имеет свои традиции, обычаи и одежду. А эти модели из Монголии словно части одной большой радуги, мощнейшего символа в монгольской мифологии. Монголии Как жаль, что люди не носят подобные наряды чаще. Они настолько полны особой культурной самобытности. Когда ты носишь такую одежду, ты не просто надеваешь ткань, ты словно окунаешься в историю своего народа. Должен сказать, что это просто потрясающее мероприятие. Внутренняя Монголия огромная, она больше Западной Европы, и здесь живет огромное количество разных этносов. Здесь вам и монголы, и арачены, и эвенки, и многие-многие другие. Это отличное место, чтобы собраться всем вместе, показать свои лучшие наряды и почувствовать гордость за свою родину. Вы должны приехать сюда и увидеть все собственными глазами. В следующей серии программы «Едем в Китай» мы прогуляемся по лугам Хулунбуира с монголами Байрху и станем свидетелями дилеммы, с которой сталкиваются местные жители. Как сохранить свои корни и обычаи, не отставая от остального мира? Субтитры создавал DimaTorzok 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 На рынке сейчас появляется все больше умных устройств, подключенных к так называемому интернету вещей. Эта концепция объединяет множество взаимосвязанных экосистем от умной системы регулировки дорожного движения до умной медицины. Впрочем, «Умный дом» первым созрел для массового коммерческого использования. Это программа «Путь к успеху», я Трэйси Чан. Еще не так давно о системах «Умный дом» мало кто слышал. Это можно было увидеть только в фантастических фильмах. Но сейчас технология все больше становится частью нашей повседневной жизни. Благодаря развитию так называемого интернет-вещей искусственного интеллекта, наши дома становятся все умнее. Робот-пылесос сейчас можно увидеть чуть ли не в каждой семье. Владельцев таких устройств становится все больше. Ли Дзин Дзин — одна из них. Раньше мне приходилось убираться самой, постоянно подметать или пылесосить пол. Нужно было найти на это время от 20 минут до часа. Но теперь я купила робот-пылесос и вообще забыла обо всех проблемах. Мне достаточно нажать пару кнопок на телефоне, и он сразу же начинает уборку в любое время. Еще одно менее распространенное, но стремительно набирающее популярность устройство — умный замок. Бизнесмен из Шэньчжэня Цуй Дзяньбинь уже распробовал его преимущества. Когда мой ребенок возвращается домой, я чаще всего нахожусь на работе. Умный замок может автоматически присылать мне уведомления о том, что дочь уже дома. Родители часто волнуются, когда их дети задерживаются после школы или не приходят домой вовремя. Поэтому, я думаю, умный замок в этом плане очень полезен. На рынке сейчас появляется все больше умных устройств, подключенных к так называемому интернету вещей. Эта концепция объединяет множество взаимосвязанных экосистем — от умной системы регулировки дорожного движения до умной медицины. Впрочем, умный дом первым созрел для массового коммерческого использования. Будь то электрические или неэлектрические бытовые приборы и устройства, перевод их работы в цифровой формат может существенно расширить их функции. Так, например, можно в любой момент узнать, включен ли в квартире свет. Можно запрограммировать, в какое время и в каких обстоятельствах в доме должны открываться двери или окна. Какие приборы должны работать, когда в квартире никого нет? Если в квартире установлена система «умный дом», пользователь может легко контролировать любые устройства, в том числе светильники, телевизор и кондиционер. Это особенно полезно для забывчивых людей. Им больше не придется волноваться о том, выключили ли они свет и закрыли ли дверь. Режим «Ухожу из дома». Хорошо. По нашему мнению, система «умный дом» помогает людям в четырех аспектах. Во-первых, повышает безопасность. Во-вторых, она более экологична. К примеру, с ее помощью вы можете узнать, что у вас в квартире в дневное время включен свет, то есть впустую расходуется электроэнергия. В-третьих, она повышает удобство жизни. А в-четвертых, благодаря ей растет эффективность. Возьмем, например, офис или торговый зал. Их площадь довольно большая, поэтому очень удобно, когда с наступлением ночи там автоматически выключается свет, и все кондиционеры разом. Перед тем, как начать наш разговор, я хотела бы представить сегодняшнего гостя. Это Энди Мок, глава компании «Ред Погода Ресосос». Большое спасибо, что пришли к нам в студию, Энди. Итак, мой первый вопрос таков. Умные устройства или системы «умный дом» становятся по-настоящему популярными во многих промышленно развитых странах. Их распространение в Китае, однако, сложно назвать настоящим бумом. Как можно это исправить? Как еще больше популяризировать «умную технику» и стимулировать превращение домов в «умные дома»? Отличный вопрос, Рейси. Как вы уже сказали, сама концепция «умного дома» существует уже несколько десятилетий. Но вместе с этим нельзя сказать, что даже в Соединенных Штатах она сейчас массово распространена. Я думаю, что в Китае ее внедрение зависит от чисто экономических причин и темпов урбанизации. В прошлом, как мы знаем, Китай был очень бедной страной, где время было дешевле денег. Люди были готовы тратить его на уборку дома, приготовление еды и походы по магазинам. Но если доходы растут, стиль жизни людей меняется, и это становится стимулом других перемен. Время в этом случае более ценно, люди начинают им дорожить. Это, я думаю, и есть главная причина роста популярности систем «умный дом» в Китае. Многие говорят, что сделать «умный дом» в Китае будет непросто, потому что стоимость труда у нас до сих пор относительно низкая. Кроме этого, с какими проблемами сталкивается Китай, когда речь идет о развитии систем «умный дом»? В целом, я думаю, все так и есть. Уровень доходов — это важный фактор. Если мы посмотрим на города первого эшелона, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, к этому списку сейчас можно добавить и Ханчжоу, то увидим, что доходы там вполне сравнимы, а то и больше, чем в других частях мира. Об этом факторе тоже не стоит забывать. Ситуация в разных регионах Китая разная. В конце концов, это большая страна. Другие факторы, по сути, стандарты для вывода нового продукта на рынок, думаю, важную роль играет маркетинг. Например, разработка популярного приложения для смартфонов, установить которое захотел бы каждый. Кроме того, важно и учитывать потенциальные опасения потребителей по поводу системы «умный дом». Многие говорят, что развитие этих систем сдерживает еще наличие множества разных технических стандартов в этой сфере. Что именно это значит, и что можно сделать, чтобы решить эту проблему? Ключевой вопрос в сфере стандартизации сейчас используют причудливое слово — это интероперабельность. Это действительно причудливое слово? Так и есть. На самом деле оно происходит из военной сферы. Смысл в том, могут ли все ваши устройства общаться друг с другом, работать в связке. Приведу простой пример. Если ваш холодильник может сам обмениваться информацией с JD.com в Китае или с Амазоном на Западе, то интернет поможет вам гарантировать, что он никогда не опустеет. Кроме интернета, есть еще и другие стандарты связи, но не будем вдаваться в технические детали. Смысл в том, что стандарты уже существуют, и они позволяют успешно решать проблему так называемой интероперабельности. Согласна. И продолжая разговор о фрагментации этого рынка, разные подходы к регулированию — это еще одна проблема, с которой столкнулась индустрия. Нельзя просто принять одно правило и применять его ко всем устройствам, они все выполняют разные функции. Их изготавливают разные производители, они имеют абсолютно разные габариты. В общем, в домах и квартирах они решают разные задачи. Как решить эту проблему? Какие правила нам необходимы? Это все еще под большим вопросом, Трейси. Эта технология инноваций только начинает по-настоящему распространяться, и, как всегда бывает в таких случаях, правило и законодательство отстает от прогресса. Мы находимся на промежуточном этапе. Что касается той самой фрагментации, то тут есть один остро стоящий вопрос. Кто должен отвечать за регулирование этой сферы? Какая структура, какое ведомство государственного, провинциального или муниципального уровня займется решением этой проблемы и возьмет на себя ответственность? Сейчас все это под вопросом. Определенно. Пока не ясно. Энди, из нашего сюжета мы узнали о трех стадиях развития технологий умного дома. Это использование отдельных устройств, затем объединение ряда устройств в одну единую сеть. Мы сейчас находимся именно на этом этапе. И третий этап – это предоставление дополнительных услуг. Как они говорят, зарабатывать на продаже услуг вместо продажи техники. У вас есть какие-нибудь идеи относительно того, как этого вообще можно добиться? Да, конечно. Получается, что это классическая модель интернет-бизнеса. Например, вы продаете холодильник с возможностью автоматического пополнения его запасов из онлайн-магазина, или же продаете датчики пыли, которые подсоединены к интернету и могут сами вызывать уборщицу или включать ваш очиститель воздуха или пылесос. И вы платите за эту услугу. Но я думала, что идея в том, чтобы сократить наши затраты с помощью робота-пылесоса, который будет убираться в моем доме. Да, я понимаю, но это уже полная автоматизация. Вместе с тем я хочу добавить, что многие компании, работающие в этой сфере, все же видят большой потенциал именно в продаже дополнительных услуг. И у них есть на это основания. Они могут просить деньги за скачивание программ и утилит для управления этой техникой, и потом взимать за это, за обслуживание устройств, абонентскую плату. Но все же нельзя забывать, что в сфере продажи самих устройств существуют безграничные возможности для получения прибыли. Они есть и в сфере выработки единых стандартов для этих устройств. Многие люди смотрят на этот бизнес с потребительской точки зрения и не осознают, что есть и другие возможности получить прибыль. Например, в области соединения техники в единую сеть. Здесь можно вспомнить о компании Cisco. Да, так и есть. Многие люди не смотрят на ситуацию под этим углом, но вы абсолютно правы. Развитие искусственного интеллекта позволит делать наши дома и квартиры все более умными. Может быть, однажды у нас появятся универсальные роботы, которые будут выполнять всю домашнюю работу за нас. Не этого ли мы все хотим? А теперь мы уходим на перерыв, после которого узнаем, как технологические компании, традиционные производители бытовой техники укрепляют свои позиции на этом рынке. Пока технологические компании, например, Xiaomi, ускоряют разработку и внедрение умных устройств, гонки присоединяются и производители традиционной бытовой техники. Если первые полагаются на ноу-хау и передовые технологии, то вторые делают ставку на свой производственный опыт, маркетинговые каналы и услуги. Добро пожаловать! Система «Умный дом» становится в Китае все более популярной. У кого же есть наибольшие шансы стать лидером на этом высококонкурентном рынке? В марте 2016-го китайская технологическая компания Xiaomi запустила проект «Ми Цзя», призванный помочь ей создать собственную систему «Умный дом» и укрепить свои позиции на рынке. После трех лет исследований мы разработали полноценную платформу, объединившую домашние устройства и систему их взаимосвязи. Мы заранее продумали, какие именно устройства будут коммуницировать друг с другом. Главная проблема при развитии системы «Умного дома» заключается в том, что отдельный прибор, который никак не связан и никак не контролирует другие устройства, по сути, бесполезен. Еще одно наше преимущество — это наличие полной производственной цепи. Мы объединили 77 компаний в одну экосистему. Каждая из них занимается разработкой программных и аппаратных решений в одной конкретной области. Это помогает нам еще больше расширить ассортимент продуктов. Увлажнителями воздуха, рисоварками, термометрами и вентиляторами Xiaomi можно управлять со смартфона.